Про отели, сети Блюдаемый ресурс, такие известные бренды на российском рынке, как Роялтон, Грамм Меморис, Меморис, Старфиш и относительно новый наш бренд, который только в прошлом году появился на Кубе, это бренд Мистик. Но все начинается с того, что в середине мая месяца, слава богу, принял решение начинать летать на Кубу, на курорт Варадеру. На вашем экране как раз видно, что с 17 мая и до конца октября месяца, еженедельно, три раза в неделю, можно отправиться в 14 часов полета на Кубу. По нормам провоза багажа на экране у вас хорошо видно, и поэтому в этом плане, пожалуйста, имейте в виду, что тоже, насколько я знаю, можно увеличить количество килограммов, либо доплачивать при регистрации в аэропорту. Хочу сказать, что я в декабре летал авиакомпанией Northwind, достаточно большой, просторный самолет, очень хороший, качественный сервис на борту. Питание было скромное, но в любом случае, если у кого-то очень такой хороший аппетит, то, пожалуйста, берите, может быть, с собой шоколадки или сакузки во время полета. В течение всего полета дают безалкогольные напитки, и вода, и соки, и, может быть, Кока-Кола. Вот это все, пожалуйста, в принципе, имейте в виду. Полет проходит достаточно спокойно. Это по северу России выходим на море, потом идет Атлантический океан, заезжает самолет мимо Ольгин и дальше долетит до Вородеру. Получается, объявлено 14 часов, но по факту самолет может лететь и даже 13 с половиной часов, чуть меньше. На обратный путь полет занимает по времени один час меньше. Мой совет для тех, которые, может быть, на борту хотят чем-то быть заняты, чтобы время прошло быстрее, я рекомендую скачать интересные сериалы, фильмы, то, что можно было посмотреть, брать с собой интересную книгу, которую вы можете, естественно, почитать во время полета. Да, это беспосадочный рейс. Получается, он выходит через северные, скажем так, города России, дальше идет, как бы, вот это Бальтическое море, по-моему, называется, и дальше идет Атлантика, как бы, все время идет по морю, достаточно спокойный полет и, в принципе, сразу, как называется, прилетают на Кубу наши туристы, вот, и чуть позже я расскажу как раз про полезные и нужные советы, которые есть. Поэтому активно бронируемся через туроператора Fun and Sun, там программы и отели уже представлены на сайте, можете бронировать Бородеру, любые отели от 3 звезды до 5 делюкс, поэтому выбирайте в зависимости от пожеланий ваших туристов. Вот, но в этом плане, скажем так, что такое Блюдаемый ресурс? Блюдаемый ресурс – это растущая сеть отелей в Карибском регионе, принадлежит туроператору Sun Wind, это ведущий туроператор Канады. У нас в основном представлены отели на Кубе, на сегодняшний день более 36 отелей, от 3 звезды до 5 делюкс и, в том числе, бутик отелей. Кроме того, в Карибском регионе у нас представлены отели в Доминиканской республике, в Мексике, но сегодня мы поговорим, естественно, о Кубе. И давайте начинаем из того, что мы должны знать по поводу того, что нужно. Во-первых, Куба – безопасная страна, туристы могут гулять свободно за пределами Варадеру, могут гулять свободно в Гаване, в Семфуэго, в Тринидаде, в любые места. Можно взять машину на прокат и ехать свободно передвигаться по Кубе. На Кубе на сегодняшний день нет никаких ограничений по передвижению между провинциями. На Кубе на сегодняшний день нет никаких требований по COVID, не требуется никаких тестов, никаких сертификатов, подтверждающих о том, что у вас есть вакцина «Спутник» или «Спутник Лайт» или другие вакцины. Что необходимо на сегодняшний день знать? О том, что оформляется как раз Сергей в чате, разместил ссылку на анкету «Девиахерос». Это единственное требование на сегодняшний день, которое есть для въезда на Кубу. Эта анкета заполняется обычно за 48 часов и желательно до 12 часов до вылета. Но, в принципе, меньше 12 часов тоже анкету можно заполнять. И эта анкета отменяет абсолютно все бумажные анкеты, которые существовали раньше. Таможенные, санитарные анкеты или других видов. Получается, на сегодняшний день вы можете выбрать язык, русский язык. Анкету заполняете на русском языке без всяких проблем. И буквально за несколько минут все сделали. В конце вы получаете QR-код. Вот этот QR-код можете сохранить на телефоне. Когда вы прилетаете на Кубу, есть первый ряд столов с аппаратами, где считываются QR-коды. Либо, если вы QR-код распечатали, пожалуйста, тоже просто отдаете этот QR-код, и дальше вы проходите в паспортный контроль. Хочу обратить ваше внимание, что по-прежнему сохранились все-таки выборочные тесты на коронавирус по прилету. Могут просто попросить клиента, идите туда, сделайте тест, и дальше проходит паспортный контроль. Но не более того, на территории отеля никаких есть ограничений, никаких проверок, ни температуру, ничего. Как бы это все абсолютно, скажем так, отменено. Поэтому для того, чтобы посетить Кубу, нужно заполнять эту анкету электронную, получать QR-код. Есть такой момент, что Куба не требует до 12 лет, дети оформляют QR-код. Но все-таки авиакомпания, Нордвейн, может требовать во время регистрации в аэропорту. Поэтому я лучше рекомендую, для всех туристов оформляйте вот эту анкету, либо указывайте ребенка в анкете отца или матери, и все. У всех будет, скажем так, по документации оформление. По поводу срок годности паспортов на Кубе, тоже нет никаких ограничений. Главное, чтобы паспорт, день вылета из Кубы, был действующий. Поэтому раньше были ограничения, там, 3 месяца, 6 месяцев, до окончания паспорта, на сегодняшний день, таких ограничений были отменены. Что еще нужно про документы, которые на Кубе, или что необходимо, очень часто спрашивают относительно как раз именно климата. Что за климат на Кубе, какой будет климат в апреле, в мае, в июне, в июле, в августе и так далее. В принципе, очень много есть информации, прогнозов, обращаю ваше внимание, в Яндексе, на гугле, можете посмотреть статистику температуры воздуха, статистику температуры воды, возможные дождливые дни, невозможные или солнечные дни, количество дождливых дней по месяцам и так далее. Но что говорит статистика? Во-первых, летом сейчас, естественно, температура выше 30 градусов, до 35, но не выше. В среднем, в основном, температура в течение дня воздуха 32-33 градуса, поэтому брать обязательно с собой максимальное защитие солнца, защитный крем. Пожалуйста, рекомендуйте, либо рекомендую, либо панамку, либо кепку одеваем. И такие сами, скажем так, горячие часы, это с 12 до 3 или до 4 дня, желательно не быть под открытым солнцем. Это вот такое, скажем так. Да, главное, чтобы паспорт был действующий во время поездки на Кубу. Вот. И когда улетал клиент из Кубы, паспорт был тоже действующий. Но, как бы, ограничений по месяцам на сегодняшний день не существует. Восвращаясь к климату. Летом температура воды очень теплая, 25-28 градусов. Опять же, надо знать о том, что очень пологий заход моря в Вородеру, поэтому вода под солнцем лучи греется очень быстро. Естественно, очень комфортно окунуться в море летом, имеется в виду весной и летом, потому что все-таки апрель и май это все-таки весенние месяца и на Кубе в том числе. Сейчас начинается такое бурное светение, будет очень красиво на Кубе. Там реально на Кубе очень много растительности, очень красивые ухоженные сады на территории отеля. Ну и пока вы едете от аэропорта до Вородеру, то, естественно, это занимает примерно 30 минут трансфер от международного аэропорта Вородеру до курорта Вородеру. И увидите, вот это как раз на свете, светение, много зелени на территории отеля тоже большие территории, зеленые, красивые, ухоженные. Это отличает как раз именно территорию отеля на Кубе, может быть, в отличие от других, скажем так, Вородеру, в отличие от других стран или других курортов. Вот. По поводу температуры, по поводу дождей, то, что спрашивают. На Кубе в ближайшее время, если могут быть дождливые дни, обычно это бывает несколько часов. Проходят сильные дожди, ливни, сильные, буквально несколько часов, потом это все моментально прекратилось, выходит солнце, все высыхает и как будто ничего не было. Такого, что бывает в Юго-Восточной Азии, что с утра до ночи, каждый день, целую неделю, очень большой период времени, такого на Кубе не бывает. Могут быть отдельные дни, это может быть обычно бывает после обеда, несколько часов дождя, это может быть рано утром, но как раз со счет того, что очень жарко, это наоборот, освежает воздух и становится приятнее и комфортнее в точке средней температуры во время, скажем так, в течение дня. Поэтому смело можно ехать, отдохнуть в апреле, в мае, в июне, в июле, вот, пожалуйста, это без всяких проблем. Касаемо, скажем так, циклонов, ураканов, на Кубе нет тайфунов или какие-либо другие явления, как в Юго-Восточной Азии. На Кубе есть циклоны или, возможно, ураканы. Но просто прошу учитывать о том, что есть период, где вероятность могут появиться и могут и вообще не быть. Опять же, циклоны могут образоваться в Карибском регионе, но не факт, что они проходят через Кубу. Они могут проходить через Мексику, могут проходить через другие острова Карибского региона, либо могут оформляться, формируются около, скажем так, США, Майами, Флорида и прочее. Не всегда циклоны, которые появляются, обязательно должны проходить по Кубе и они проходят часто мимо Кубы. К примеру, в прошлом году такой был, скажем так, относительно небольшой циклон, он прошел по западной стороне Кубы, поэтому клиенты, которые отдыхали в Варадеру или другие курорты Кубы, вообще не почувствовали, что по Кубе прошелся циклон. Поэтому надо предупреждать о том, что вероятность появления циклонов ураканов может быть в период конца августа до середины октября. Но еще раз повторяю, слава Богу, последние несколько лет количество циклонов ураканов стало гораздо меньше, чем было раньше, скажем так, и опять же, они бывают разные по скорости. Но если вдруг образуется уракан, это что такое? Это сильные дожди, это сильные ветра. Естественно, на Кубе есть очень большой опыт по защите населения. Если вдруг возникают такие серьезные явления, скажем так, то принимаются заранее меры для безопасности всех туристов в том числе. Поэтому этого бояться не надо. Опять же, можно посмотреть заранее прогноз погоды на несколько дней, на несколько недел и просто убедиться в том, что вот пока я буду отдыхать, вроде бы в основном солнечные дни. Бояться этого не надо. Смело можно летом, весной, летом, не осенью поехать отдохнуть на Кубе. Просто в этом нужно, как называется, говорить. По поводу климата, в основном это то, что как бы больше всего людей беспокоит. Бывают дожди, отдельные часы, отдельные дни. Нет такого, что цели месяц, нет такого, что 10-11 дней, как приезжают наши туристы отдохнуть на Кубу, все время будет дождь. Такого никогда не было. Опять же, напоминаю о том, что Куба это остров, узкое, поэтому обычно дожди приходят тучи, тучи с ветром, они проходят, оставляют дождь и дальше идут, скажем так, либо исчезают, либо дальше они передвигаются туда подальше. Поэтому дожди, они не постоянные, они временные, они сильные, после этого становятся свежее, и все, сразу солнце выходит, жара, поэтому все быстро высыхает, очень уютно, очень комфортно дальше отдохнуть в курорте, в отеле и так далее. По поводу запретов я этот путь попозже, у меня есть определенный, скажем так, порядок, скажем так, действия, о чем я рассказываю, поэтому я чуть позже по поводу запретов расскажу в конце. Но по климату я думаю, что вопросов мне даже не оставить. А касаемо моря, очень спокойное, очень тихое море в Вородеру. Еще раз повторяю, очень пологий заход в море, очень комфортно, как раз лето это такой семейный сезон, когда ездят отдохнуть родители с детьми, поэтому в это время, пожалуйста, практически вольнистости не бывают, а если вольны бывают в Вородеру, это только, когда могут быть ветра, но летом это явление менее, скажем так, реже, чем бывают, например, зимой, возможно, такие ветреные дни, когда вольнистоты моря могут не пускать море, как безопасность. Поэтому в этом плане, скажем так, все нормально, пологий заход в море, практически вольнистости нет, в этом плане большой плюс на пляже Вородеру. Касаемо водорослей, Куба находится выше, чем Доминиканская республика, чем Мексико, поэтому Куба особо не страдает от нападения большого количества водорослей. Поэтому пляж Вородеру достаточно чистый, умеренно бывают водоросли, они всегда были, они всегда бывали, они могут пребывать на песок, но таких гор водорослей это очень редкое явление Вородеру. Естественно, если появились водоросли, обычно утром проходят тракторы, которые чистят пляж, если вдруг в течение дня еще пришли, допустим, водоросли, конечно, либо сотрудники отеля очищают песок от водорослей, либо тракторы в течение дня повторно могут проходить, и в этом плане, как называется, достаточно, скажем так, чистые пляжи, умеренно могут быть какие-то водоросли, потому что они могут еще пребывать, но достаточно чистые именно пляжи Вородеру от явления, которое называется вот это большое количество водорослей. По поводу, возвращаясь к советам, как я говорил, солнцесощитный крем, пожалуйста, максимальной защиты, особенно дети, если что, одевайте майку или футболку, чтобы они сильно, особенно если с 12 до 3 до 4 дня, пожалуйста, постарайтесь в это время не быть под открытым солнцем. Дальше хочу сказать, когда бывает облачная погода, все-таки ультрафиолет проходит через облака, и вы все-таки тоже загораете, поэтому загар скубы 100% лучше постепенно, чтобы никто не пострадал и не появился какие-либо страховые случаи. По поводу все-таки живности, да, как бы комары могут быть, потому что это все-таки пляж, хоть и обрабатывается из воздуха, все обрабатывается территория отеля, но комары могут басникать, поэтому, если что, пожалуйста, берите с собой спрей против комаров, опять же, если у кого-то есть аллергия на укусы комаров, берите с собой лекарства. Хочу сказать, по поводу лекарства, пока я в этом говорю, и то же самое предметы гигиены. На сегодняшний день на Кубе есть дефицит определенного количества товаров, поэтому в магазинах, в отеле или на курорте Варадеру не всегда есть то, что нужно для детьми или для женщин, поэтому, если лекарства, берите с собой, которые предположительно могут быть вам нужны во время вашего отдыха, если вдруг необходимо, у вас есть всегда в наличии рядом. То же самое предметы гигиены, памперсы, или еще для женщин, все, что необходимо, пожалуйста, берите какое-то количество с собой, если вдруг в магазине или в супермаркете этого нету, у вас всегда есть в наличии, и ваш отдых проходит, как называется, максимально, как называется, комфорт. По поводу анкеты, мы уже поговорили, что только требуется получить QR-код за 48 часов до вылета, обязательно заполняем эту анкету для всех. Хочу обратить внимание, что, когда вы выбираете язык, lenguaje, это по-испански, можете выбрать русский язык, руссо, русский язык, и вы заполняете анкету на русском языке, достаточно быстро, несколько минут, у вас все, в принципе, заполняется без всяких проблем. Мы говорили про полет, летаем на авиакомпании Нордвейн, примерно 13 с половиной, 14 часов туда, обратно на 1 час меньше, очень комфортные борты, достаточно большие, там есть несколько салонов, насколько я понимаю, если acostumbrate еще за дополнительную плату, дополнительное питание заказать, дополнительный багажз заказывать, дополнительные отдельные какие-то места, ряды можно заказывать за дополнительную плату, если вы хотите более комфортно лететь. Там весь самолет эконом-класса, нету бизнес-класса в Нордвейн, просто прошу учить вот это, поэтому, если у вас такие веб-клиенты, то лучше можно предложить такие первые ряды, более комфортные ряды именно в одном из салонов, которые есть на борту самолета. Дальше, по поводу визы, в принципе, 3 месяца до 90 дней виза для русских и белорусских туристов не требуется. Если есть туристы других стран СНГ, скажем так, то да, необходимо оформить туристическую визу. В принципе, в Москве есть консульство. Эта туристическая виза очень просто. Можно ее получить, в принципе. И тоже в течение 90 дней туристы могут находиться на территории Кубы. На сегодняшний день разница во времени с Кубой минус 8 часов, поэтому, конечно, большая разница перехода, биологические часы вначале адаптируются на Кубе несколько дней. Поэтому, как бы, бывает так, что встаешь очень рано, ночью бывает там это самое, хочется кушать. И в этом плане, как бы, идет такой, как бы, адаптационный период. То же самое, когда вы возвращаетесь в Россию, будет немножко вот это биологические часы туда-сюда гулять. Ну, как бы, клиенты, я думаю, что это, в принципе, понимают. Вот. Дальше. По поводу валюты на Кубе осталось только кубинские Песос. Помните, раньше были куки, конвертируемые кубинские Песос. Это уже нет практически, можно сказать, два года уже. Есть кубинские Песос. Но, в основном, наши туристы спрашивают, какой валюты, какой валюты ехать отдохнуть на Кубу. Я все-таки рекомендую в приоритете брать евро и желательно мелкой купюры. В случае, если вам нужна размена, чтобы было гораздо проще. Если вдруг размене нет, вам размену могут давать и кубинские Песос в том числе. Но, в основном, вы будете расплачиваться либо банковскими картами, либо наличными евро. Приоритеты евро могут принимать тоже доллары, но прошу учитывать такой момент. На Кубе сейчас есть официальные обменные пункты и банки, которые принимают евро, чтобы менять на кубинские Песос. Они не принимают доллары. Поэтому, в этом плане я говорю, что приоритеты принимают, берите с собой евро. Кто принимает доллары? Местные сотрудники отеля, может быть, представитель туроператора на месте в этом поможет. Потому что кубинцы охотно приобретают, покупают доллары. Есть, конечно, официальный курс, есть неофициальный курс. Разница между официальным и неофициальным курсом примерно 50 Песос. Поэтому, если клиенты хотят, могут в обменном пункте в отеле менять евро на Песос, но, скажем так, в небольших количествах, такого большого количества, что много Песос, менять необходимости нет, потому что много где принимают как раз либо банковские карты, не российских банков, обращая внимание, я надеюсь, что в ближайшее будущее начнут принимать карту МИР. Сейчас идут проверки именно технически решаются вопросы между Россией и Кубой. Была такая информация о том, что банкоматы в Гаване уже можно снимать из карты МИР кубинский Песос. Там есть такой курс, что один к полтора, где-то так. Но самое главное, что можно было расплачиваться банковскими картами на территории отеля, потому что на территории отеля принимают только банковские карты к оплате услуги дополнительную свадебную церемонию или какой-то ужин, дополнительную вина. В магазине вы покупаете проще, в основном принимают банковские карты. Конечно, если у туристов есть карта других стран мира, кроме американских банков, конечно, то принимают без всяких проблем на Кубу. Например, я, когда был в декабре, у меня была банковская карта Армении, я с этой картой расплачивался везде, без каких-либо проблем. Но если у клиентов нет банковской карты других стран ближайших, зарубежных, то в обменном пункте на Кубе есть предоплаченная карта, которая имеет определенные номиналы. Как раз вот на экране, видите, тут информация про эту карту, предоплаченная, там номиналы могут быть где-то 50, 100, 200, 500 тысяч долларов. Но положить на эту карту можно только евро. Прошу это учитывать. В обменном пункте принимать будут евро. Поэтому вы положили эти деньги на эту карту. Эта карта банковская, кубинская, только для использования на Кубе территории, стоит 5 долларов ее, скажем так, получения, оформления, и действует в течение 2 года. Если вы использовали банковскую предоплаченную кубинскую карту, и у вас остались деньги, естественно, эти деньги вы можете в обменном пункте или в отделении банка в Бородеро на курорте, или в Гаване, если вы в Гаване находитесь, можно эти деньги вернуть, скажем так. Поэтому прошу это учитывать. Как решение? Наличные евро вы берете, желательно мелкие купюры, не обязательно менять на песо с кубинские. Неохотно принимают доллары. Если доллары принимают, то это в основном кубинцы, которые охотно могут у вас, у туристов брать доллары. Конечно, чаевые можно отдавать в долларах. Один, два, три доллара, сколько сочтет клиент за хорошую работу, за хорошего сервиса, хорошее обслуживание, пожалуйста, без всяких проблем. Если есть карта иностранных банков, кроме американских, не вопрос, как бы вы можете расплачиваться в отеле без всяких проблем, в магазинах, супермаркетах, в клубах, в кафетериях, в ресторанах, государственные. Но на Кубе сейчас активно развивается тоже частный сектор. Это, естественно, могут быть рестораны частных в Бородеро в том числе, и там могут не быть как раз терминалы для приема банковских карт. А частные рестораны на Кубе, например, в Вородеро, если клиент посетил, они принимают кубинский песос, евро и доллары свободно. Единственное, что, допустим, если вы хотите расплачиваться в евро или в долларах, уточните курс, потому что не всегда курс бывает выгодный. И бывает выгоднее, например, расплачиваться тогда в песос. Поэтому вы заранее спросите, принимают ли в частном ресторане доллары и евро. Если да, то по какому курсу. Потому что в основном все-таки меню кубинский песос написано. Вы там переводите. В принципе, в основном, скажем так, курс плюс-минус неофициальный, где-то 170 песос дает за 1 доллар или евро. Разница между евро и доллар на Кубе небольшая. И бывает, что один к одному. Прошу это учитывать. Может быть, кажется странным, но бывает и такое имеет место быть. Если вы в обменном пункте меняете, курс может быть где-то 120 песос за 1 евро, к примеру. Поэтому бывает, если вы наладили контакт с представителем туроператора или с местными сотрудниками отеля, они могут у вас охотно покупать евро или доллары по более выгодному курсу. Но клиентам решать, где лучше, что лучше. Либо в обменном пункте в отеле, либо у сотрудников отеля всегда есть право выбора. Я очень надеюсь, что карта МИР в ближайшее время начнут уже принимать на Кубе, потому что как раз сейчас налаживается контакт между Россией и Кубой даже вплоть до того, что в будущем будет возможно и возможно начнут принимать рубли к оплате. Но очень надеемся, что это осуществится максимально быстро, потому что это, конечно, поспособствует росту потока туристов на Кубу, потому что условия гораздо удобнее, комфортнее для туристов в плане расплатиться. Но в любом случае мы об этом поговорили. Насчет оплаты я надеюсь, что в принципе все стало понятно, что есть разные варианты, но возможно расплачиваться на Кубе всегда есть. Очень важный тоже момент по поводу чек-ин, чек-аут официально на Кубе. Все-таки клиенты приезжают, конечно, бывает рано, они сразу хотят после длительного перелета сразу получить свой номер. Не всегда это возможно. Если номера готовы, соселение в номер сразу идет по прибытию в отель клиента. Клиенты сразу получают браслет и тут же могут начинать использовать систему «Все включено». если вдруг клиент не получил номер сразу, сказали приходите к Дугум или не дай Бог приходите там в 16 часов получить ваш номер, то он все-таки может оставить в камеру хранения багаж, дальше может использовать всю территорию отеля, может переодеться, может пойти на пляж, бассейн, может покушать в ресторанах, пообедать, можно дегустировать коктейли, выпить ром, водку, текилу, вина, то, что есть в барах на территории отеля, и в это время ждет получения своего номера. То же самое с чек-аут. Чек-аут официально в 12 часов и освобождает номер, оставим в камеру хранения багаж, и дальше можно использовать вся инфраструктура отеля, можно даже купаться в бассейне, на пляже, можно пообедать, можно посидеть в баре, как бы никто клиентов оттуда никого не выгоняет. По поводу системы «Все включено» 24 часа. Имеется в виду, что в отелях есть всегда один или два бара, которые ночью тоже работают, там могут туристы посидеть, выпить алкоголь и безалкогольные напитки. И в том числе снег бар, который ночью, это в основном фастфуды, естественно, там могут быть гамбургеры, хот-доги, сэндвичи, бутерброды, и безалкогольные напитки в этих снег барах. Поэтому туристы никогда не бывают голодными. Главное, чтобы они знали, где находится этот снег бар. Если вдруг они очень рано, например, выселяют, уезжают в аэропорт рано и прочее, пожалуйста, в снег баре всегда можно покушать во время того, что рестораны или буфет не работают. Это тоже, скажем так, такая ситуация. По поводу «Чаевик» сейчас, в принципе, на Кубе есть дефицит много товаров, об этом я говорил, поэтому рекомендовал и лекарства брать с собой, и гигиенические предметы. Для сотрудников, горничных, барменов, официантов, обслуживающих персонал в стойке регистрации на Кубе сейчас любой подарок очень ценный. Поэтому, пожалуйста, косметика, чулки, лекарства, деньги, конечно, естественно, можно в евро, можно в долларах, можно «Чаевик» оставлять. Пожалуйста, но и учтите, это за хороший сервис, за хорошую работу. Потому что не надо деньги платить людям за то, что якобы гарантировать какое-то качественное обслуживание сервиса. Это иллюзия. Как бы люди на Кубе обслуживают вас, потому что они в сфере услуг и делают все, как они умеют. Кто-то лучше, кто-то хуже, но в любом случае с душою. Опять же, я всегда говорю, с кубинцами надо подружить, надо поговорить, надо пообщаться. Если возникают какие-то вопросы, пожалуйста, даже если нужно 2-3 раза повторить, повторяйте. Не надо рад, не надо кричать, не надо наезжаться. Как бывает, это не те способы решения проблем. Лучше просто находить человека. Обычно в каждом отеле есть человек со столиком. Обычно на стойке регистрации это атенсион от клиента, либо паблик релейшн, или внимание клиенту. Как раз этот человек, если вдруг есть какие-то жалобы у клиента, можно их решать. В конце концов, всегда есть представитель туроператора, с помощью которого, если есть сложности с языком в общении, на стойке регистрации, представитель туроператоров всегда поможет решить, не знаю, мало ли замена номера, что-то сломал от номера. Я понимаю, что часто возникает языковый барьер. Но в этом плане просто рекомендуйте клиентам брать с собой переводчики, которые не требуют даже наличия интернета. и хотя бы по нему, по переводчику, можно, как называется, показать на стойке регистрации, что у вас произошло, или у вас какие-то проблемы. Главное, найти какой-то общий язык персонала на территории отеля. Вот как раз часто говорят, что кубинцы к канадцам очень доброжелательно, внимательно относятся. Почему? Потому что канадцы, они приезжают в отель уже как свои друзья, как семья. Вот. И естественно, конечно, вот это приятное, вот это такое внимание. Если вы будете приезжать в отель и будете принимать персонал как обслуживающий персонал, они обязаны, не то все, я понимаю, что за это не получают деньги, они обязаны это сделать, но это Куба. Надо это понимать, все-таки Куба социалистическая страна, отели все-таки государственные, персонал нанимает государство. Да, в управлении иностранных сетей отелей международного уровня класса, но из-за того, что все относится к государству, не всегда, скажем так, качество персонала соответствует ожиданиям туристов. Поэтому в этом плане главное, Куба – это впечатление, это пляжи красивые, это жизнерадостный народ, это люди гостеприимные, и поэтому на позитиве надо приехать на Кубу, если возникли вопросы, надо их настойчиво решать, но вешливо и, скажем так, договариваясь с персоналом отелей, потому что они помогут, может быть, не все сразу, не все так быстро, как хотелось, но они помогут на самом деле решать те вопросы или те проблемы, с которыми клиент истокнулся. Но если клиент это понимает, то они скажут, да, мы готовы, мы знаем, ничего страшного, да, есть вопросы к сервису на Кубе, но я хочу поехать на Кубу, я хочу узнать аутентичную Кубу, как вы видели на видео, да, она совершенно разная, вот, не только там сидеть на территории отеля, не только думать о системе «все включено», как может быть, например, туристы, которые посещают пункт Акана в Доминиканской Республике. Здесь Куба надо за пределами отелей, надо гулять, надо ездить, надо покупать экскурсии, надо ездить на Гавану, как раз от Ворадеру до Гавана, ехать всего два часа. Опять же можно посетить колониальный город Тримидат, этому городу более 500 лет, можно посетить город Симхуеву с французской архитектурой, очень красивым портом, с красивыми видами на море Карибское, можно посетить Топес де Куянтес, это массив горный, который в центральной части Кубы, там есть многочисленные красивые пешеходные экскурсии по лесу, многочисленные водопады, можно посетить легендарный город Санта-Клара, где Че Гевара, как раз именно там связаны останки Че Гевара, как раз и в Мавзолее, где отдыхают, но очень-то очень много разных возможностей, хотя же подводным плаванием, как раз на Кубе есть больше 400 километров коралловых рифов, можно взять экскурсию на катамаране, либо вечеринка, либо заниматься рыболовством, либо просто снорклингом, или просто посетить Каю Бланку, например, Варадеру, это вот такой островок, и также у этого островка построили дельфинары на море, можно и плавать в дикие пляжи этого островка недалеко от Варадеру, и так далее, как бы Куба это прежде всего эмоции, романтика, это вот такой вау-эффект, что действительно я нахожу в такое как бы райское место, это надо понимать, но с другой стороны понимаешь, что есть вопросы к сервису, быстроты и решения вопросов, потому что кубинцы, да, они добрые, они жизнерадостные, они любят петь, танцевать, но медлительность присутствует, клиенты бывают хотя все быстро, все сразу, опять же вопрос именно понимания языка, не весь персонал говорит по-русски, не все знают русский язык, но учат этот язык, изучают отдельные слова, да, как бы они стремятся, стараются, но на это, вы знаете, русский язык очень непростой, поэтому на это уходит какое-то время, но в любом случае постепенно, потихонечку, даже начинаю переводить меню ресторана, холокарта, начинаю ставить буфеты тоже, название на русском языке, блюд, чтобы люди понимали, что они едят, вот, персонали на стойке регистрации, начинают какие-то фразы, или проходят курсы русского языка, или там среди аниматоров, они начинают тоже говорить по-русски, как бы, в принципе, это все-таки вопрос времени, но, как бы, большой интерес к росту потока туристов из России на Кубу, на сегодняшний день присутствует, поэтому планируйте, приезжайте, предлагайте клиентам, не боитесь предлагать Кубу, самое главное, просто понимать, именно все те нюансы, которые могут быть, опять же, нюансы, могут быть в любой стране мира, вот, если клиент это воспринимает, то, пожалуйста, поезжайте в удовольствие, и получайте, и приезжайте, скажите спасибо, и рекомендуйте вашим друзьям, или вашим родственникам, поехать, опять же, на Кубу. По поводу электричества, адаптер можно брать с собой, не обязательно, большинство отелей имеют универсальные розетки, поэтому в этом плане, пожалуйста, если нужно, на всякий случай, пусть валяется адаптер в чемодане, ну, это на всякий случай. Еще такой момент, пока я помню, касаемо животных, просто часто меня спрашивают, а принимают ли маленьких собак, или кошек, в основном, собак в отелях на Кубе, к сожалению, нет. Только сейчас, в ближайшем будущем, в Орадеру появится первый отель, который принимает собак и кошек в отеле на территории, поэтому, если клиент вас спрашивает, отель на Кубе, который принимает животных, на сегодняшний день, таких отелей нету. Опять же, отели на Кубе с аквапарками, на Кубе нет аквапарков, только я расскажу, есть у меня один отель, там в Морис Ворадеру, где есть единственный отель с такой большой водной горкой для сроков и для детей. Но аквапарков на Кубе сейчас нет, может быть, в будущем появится, но в любом случае, скажем так, такой нюанс надо знать. Вот. По поводу интернета. Сейчас Куба занята тем, что дополнительно проводится кабель интернета до Кубы, для того, чтобы улучшить качество интернета. Конечно, клиенты бывают жалуются на скорость интернета на территории отеля, но самое главное, Wi-Fi бесплатно. Когда клиент делает чек-ин, ему дают логин и пароль на определенное количество часов доступа к интернету. Если мы говорим про Ворадеру, Ворадеру по всей территории отеля ловит Wi-Fi, вход до пляжа, но могут возникать вопросы по скорости интернета. Это тоже надо вас рассказать. Что я говорю? Если клиенты хотят поехать на Кубу и тоже поработать, сделайте лучше это днем. Днем меньшее количество туристов подключены к Wi-Fi, а скорость может быть больше, быстрее. Но есть такое множество относительно новое. Есть клиенты, которые хотят приобрести местную сим-карту. Она появилась. Вот как раз у меня на карте здесь на экране указом, я надеюсь, что указка видно, называется Кубасель Тур. Это относительно новый продукт, исключительно для туристов. Можно даже онлайн заранее, если вы заходите на сайт Etexa, это телекоммуникационная компания Кубы, она единственная на Кубе провайдер телекоммуникационных услуг, то, пожалуйста, можете заранее на сайте онлайн оплачивать. В Etexa на сайте есть рекомендованные два сайта, где можно заранее приобрести эту сим-карту. Для этого как раз нужно загранпаспорт. Эту сим-карту кубинцы не могут приобрести. Эта специальная карта сделана для туристов. Эта карта имеет минимум, пакет стоит 25 долларов, 6 гигабайтов интернета, 100 минут звонков и 100 смс. Естественно, если вы хотите расширить пакет, есть еще другие пакеты, на большее количество гигов, гигабайтов. Имеет срок ограничения эта сим-карта. Это в основном, чтобы вы могли бы использовать ее с целью более такого постоянного, скажем так, безлимитного интернета во время вашего пребывания на Кубе. Поэтому, если кто-то серьезно собирается работать и хотят иметь эту сим-карту, я, к примеру, на Кубе использую местную сим-карту, когда я еду. Очень удобно, я всегда на связи. Если у меня заканчиваются деньги, я туда положил дополнительные деньги, и я всегда постоянно на связи. У меня работает и Telegram, и работает WhatsApp, работает Viber, и мессенджер работает. В этом плане на Кубе какие-либо ограничения по мессенджерам нет. Естественно, за счет того, что дорогая телефонная связь на Кубе, поэтому я рекомендую исключительно пользоваться мессенджерами, отправлять видеосообщения, аудиосообщения и как раз именно подключиться к Wi-Fi либо на территории отеля, либо с помощью вот этой сим-карты Кубас Эль Тур. Пожалуйста, можете быть на связи с вашими друзьями, родственниками в России. Насчет проката машин. Либо в отелях на территории есть пункт проката машин, там же стоят либо мопеды, либо машины. В основном машины на Кубе, если мы говорим про Варадеру, это либо китайские, либо корейские, либо французские машины. эконом-класса, механика, либо автомат. Все, что есть в наличии, пожалуйста, в отеле, либо в пунктах проката машин на территории Варадеру. Тоже можете это сделать. Можно принимать либо российские права, либо международного класса. Как бы и такие, и такие права принимаются. Прокат машин на Кубе – это дорогое удовольствие. В принципе, здесь написано 60 кубков, но извините, что я не поменял на евро, но это где-то от 60-70 евро в день, плюс страховка, плюс возвратный депозит – это то, что делается. Можно Варадеру взять на прокат мопеды, но мопеды – это больше, чтобы передвигаться внутри Варадеру. Либо машины, если вы собираетесь путешествовать самостоятельно, в Гавану поехать, в Тринидад, в Коевос, или куда это вы желаете. Да, в аэропорту есть пункты проката машин, есть на Кубе как монополия, это все-таки опять же государство, есть, может быть, Кубакар, есть Гаванакар, или еще третья компания. Вот, в принципе, вы приходите, а если есть машина в наличии, тут же сразу оформляете договор, тут же сразу получаете машину, и поехали тогда уже в Варадеру в отель, или в Гавану, или где вы на Кубе проживаете. Поэтому в этом плане ограничений по климатражу нет никаких, вы только платите за бензин, или просто вам дают, допустим, полный бак, и вы должны вернуть машину с полным баком. И дальше вы просто покупаете бензин на Кубе, это примерно где-то 1 евро плюс-минус за литр бензина на Кубе стоит. Опять же, лучше заранее предупреждать, если у меня бак бензин, сколько стало бензина, нужно, чтобы заранее вы посмотрели. Опять же, я рекомендую, если кто-то планирует путешествовать на машине, скачать карту Кубы, она работает очень хорошо, там указаны в том числе точки, где вы можете заправлять специальный бензин. Это только для машин туристических, имеется в виду для туристов. Только один тип бензина можно заправлять этой туристической машиной, которую вы берете на прокат. Но что покупать на Кубе? Естественно, я думаю, что все знают и догадываются, что это ром, самый лучший ром в мире, считаются кубинские. Кубинские сигары, есть эконом, есть средний, есть подороже Куиба, к примеру. Если говорим про ром, большое количество марок рома сейчас существует, не только Гавана Клуб, очень хвалят Сантьяго де Куба, очень хвалят Легендарио, есть разных лет выдержки в дубовых бочках этот ром. Про сигары. Шоколад. На Кубе растет какао. Горкий шоколад – это экологический, это полезный продукт, можете тоже покупать. Многие покупают всякие ракушки, может быть, картины, такие с пейсажами кубинскими. Но имейте в виду, что картине обязательно надо иметь сертификат на вывоз из Кубы. По поводу запрещено. Ну, если честно, да, выросли цены, много или не много, но выросли. Я думаю, что где-то на 2-3-4-5 евро стоимость бутылки рома выросла. Я вот как раз был в декабре, я покупал свой любимый ром, это Анефо Спасиал Гавана Клуб, он где-то подорожал по цене где-то 3 евро за бутылку рома. Но он в любом случае гораздо дешевле, чем вы приобретете в Москве или в России. Поэтому в этом плане приехали на Кубу, спрашивали, где лучше покупать ром. Например, можно хорошо, по хорошей цене покупать ром на вылет. В аэропорту, международный аэропорт, в Варадеру, есть большое количество небольших магазинов. Там можно и картой, и наличными в евро тоже можете покупать ром, и сигары, и свенеры. В аэропорту на вылет как раз туристы часто там берут по несколько бутылок рома разных марок. Это, пожалуйста, без всяких вопросов. Ну, сколько стоимость, в принципе, по-разному. Но где-то от 7-9 евро бутылку рома покупать на Кубе можно. Даже бывает и подешевле, если это уже светлый ром. Или марка менее известная. Можно там и за 5, 4, 5, 6 евро. Можно бутылку рома 0,7 купить. Вот. Это вот примерно вот так. Дальше. Что запрещено возить на Кубу? Электронные сигареты, кальян и дрон, если нет специального разрешения. По поводу электронных сигарет и кальян, я понимаю, что кальян на Кубе вы практически не найдете ни в одном отеле. Это не тренд, это не мода на Кубе. Это связано с борьбой против наркотиков на Кубе. Не знаю. Айкос, электронные сигареты или нет, меня не судят. Я только говорю, что положите в чемодан, чтобы особо заметно не было. Вот. И, пожалуйста, потом уже в отеле вытащите, потому что были случаи, когда на таможне обнаружили, отбирают, временно на хранение, еще за хранение вам нужно деньги платить. Поэтому, если вы в ручной клад и вдруг обнаружили айкос или другую сигарету и принимается как электронную, могут отобрать. Поэтому подальше от искушения положили чемодан где-то так скромненько, что сильно не было замечено. Потом вытаскиваю в отеле и под открытием места курить айкос или там другие электронные сигареты. Пожалуйста, без проблем. Но ввоз на Кубе официально запрещено уже больше года. По поводу дрон то же самое. Специальное разрешение требуется. Естественно, берем телефон, фото, видео для красивых съемок. И из воздуха в дрон, к сожалению, если разрешения нет, то, пожалуйста, не везите. Ну и такая фишка относительно, берите с собой термокружки. Это очень актуально, особенно в барах на пляже. Вдруг закончились однорасовые стаканчики. Опять же, однорасовые стаканчики, они маленькие, всего 200 миллилитров. Поэтому это очень такой тренд, который велика нация. Они со своими термосами приезжают и наливают туда без всяких проблем разные напитки. И не нужно ходить постоянно из пляжа, из лежака, в бар на пляже, туда-сюда. Это как бы на усмотрение клиента, естественно, но в любом случае есть. Так, значит, задаем вопрос относительно срок действия паспорта. Должен быть не менее одного месяца с момента возвращения Кубы. Ну, в этом случае я скажу, что главное, еще раз повторяю, что срок действия паспорта был действующий паспорт в день вылета из Кубы туриста. Как таково, я неоднократно спрашиваю в консульстве, мне сказали, что сейчас нет таких строгих ограничений по сроку годности паспорта российского туриста. Вот, это вот, скажем так, возвращаясь к этому вопросу. Так, что еще из таких, скажем так, советов относительно Кубы? По поводу еды, по поводу фруктов, по поводу морепродуктов, не ждите вау-эффект, да? Для бурманов, которые ищут супер-пупер какие-то рестораны, блюда и прочее, без совершенных ожиданий. Фрукты только сезонные, Кубы практически не импортируют фрукты, поэтому, если мы говорим про сейчас, например, с июня месяца появляется у нас сочный вкусный сладкий манго, появляется авокадо на Кубе, это летние фрукты. Зимой манго не бывает, только в консервах или тоже консервированный сок. Натуральный манго, пожалуйста, с лета. Зимой может быть гуава, бананы, ананас, папайя, арбуз, дыня. На удивление, но арбуз тоже растет на Кубе. Не всегда такой сладкий, как в России, к примеру, но он есть. Но в среднем могут быть 2-3-4 фрукты в буфете, но клиенты бывают жалуются, что фруктов мало, не ожидали, что это тропика, должно быть изобилие фруктов. Нет, такого нет. Второй момент по поводу морепродуктов. Много считаю, Куба остров окружена океаном, поэтому изобилие морепродуктов. А пиазы нет. Как бы есть в наличии на территории, в буфете, в основном в ресторанах Ала Карта морепродукты, рыбу, можно и лангуст в ресторанах Ала Карта. Бывает включено в меню ресторана Ала Карта морепродукты, средиземно-морской кухни или карибская кухня. Да, может быть лангуст. Бывает и за дополнительную плату. Недорого стоит, но в любом случае бывает и за доплату. Что может быть в буфете? Креветки. Опять же, не обещаю, всегда с утра до вечера. Может быть, может не быть креветки. В разных соусах, в вареных, на гриле. Кальмар может быть, меди может быть. Два-три разных видов рыбы. На гриле, жареная рыба, в соусе, вареная рыба. В разных типах. Что может быть? Возможно, сменок, но меньше степени. Это в основном из морепродуктов, что может быть. Есть, кушаем, вопросов нет. Морепродуктов нет, есть другое. Есть свинина, есть говядина, есть баранина, курица, индейка может быть. Это в основном из мясных таких блюд, которые есть. Свежие салаты. Тоже сезонные. Бывают клиенты жалуются, вот нет, помидоры или огурцов нет. Что может быть? Например, я был в декабре в ресторане, в буфете, в отеле жил в Cayo Largo несколько дней. Что было из овощей? Свежих. Салат листья, помидоры, огурцы, морковка, свекла, капуста. И это из свежих. И остальное были маринованные или в салатах. Микс, скажем так. Вот это есть. Как бы свежие овощи, они есть, они могут быть опять же сезонные и опять же без изобилия. Вот. Касаемо, скажем так, десертов, их очень много. Большое разнообразие. Говоря, очень вкусное мороженое дают. Бери, не хочу, называется это мороженое. Разных вкусов и шоколадные, клубничные, ванильные. Могут быть разные вкусы, другие вкусы. По поводу гарниров. Может быть, картофельное пюре. Но кроме картофельного пюре, на Кубе употребляют очень много риса. Рис с фасолью вместе или по отдельности. Фасоль черная, коричневая, белая фасоль, нут тоже. Вот. Паста, естественно. В буфете есть всегда паста. Итальянские блюда. И макароны, и шпагетти. Можно делать пиццу разные. Есть три зоны cooking show, где клиенты могут заказать у повара. Либо на завтрак, на обед или на ужин разные блюда. Есть зоны, где делают мясо. Есть зоны, где делают рыбные или морепродукты. Есть зоны, где делают пасту или итальянские блюда. Но, как я говорю, в этих зонах могут быть очередь. Если клиент не хочет стоять, неважно. Пять звезды, четыре звезды, три звезды. Неважно. Люди, бывают, хотят, чтобы для них приготовили что-то свое. Есть очередь, не хочет стоять. Большой выбор готовых блюд. Если вам клиент скажет, что в отеле нечего есть, извините, это неправда. Всегда есть выбор блюд. Другое дело, если есть, то есть. Клиенту по какой-то причине не нравится или не понимает, что есть. Сколько раз я инспектировал отели. Варадеро, Каю-Коку, Каю-Ларго. Неважно, где. Каю-Санта-Мария. Блюдаемый ресурс. Я пробовал разные блюда. Они достаточно вкусные. Какие приправы на Кубе могут употреблять? Это лавровый лист. Это ореган. Это тимин. Чеснок. Лук. Мало острой пищи. На Кубе нет острой пищи. Но перец есть. Можно попросить, если что, пожалуйста, чтобы не было каких-либо, как называется, на вкус. Ресторане La Carta. Большинство это по предварительной броне. Поэтому, если вы хотите итальянский ресторан посетить, посмотрите меню в начале. Почитайте. Если вам нравится, забронируйте заранее. Обычно за 10-11 ночей пребывания в отеле где-то 3-4 раза туристы могут посетить ресторане La Carta. Есть определенные ограничения практически у всех отелей. У нас, например, только Royal Tomicacos. Это отель Piat Deluxe Varadero, который не требует предварительной брони ресторане La Carta. И вы можете без ограничения посетить ресторан La Carta именно Royal Tomicacos. Остальные все отели, если вы хотите, ваши клиенты хотят посетить ресторан La Carta, требуют предварительной брони. Какие рестораны La Carta чаще всего бывают? Это кубинская, корейская кухня. Обязательно итальянская кухня всегда присутствует. Средиземно-морская кухня может быть. Юго-восточная кухня, мексиканская кухня. Это в основном, что представлено, скажем так, в отеле как ресторан La Carta. Естественно, каждый отель индивидуально. Вы можете посмотреть в описании отеля, какие рестораны La Carta присутствуют. Они обычно работают только на ужин. Единственное, прошу учитывать по поводу обеда. Обед чаще всего в отелях есть ранчон. Ранчон – это как такой первобытный дом, который обычно расположен у пляжа. В этом ранчон можно обедать. Клиентам не обязательно нужно одеваться, и ты в буфет для того, чтобы обедать. Опять же, напоминаю, есть нек бар, который работает 24 часа. Потому что бывает такое, что все голодные туристы на обед в море открывают аппетит. Это констатация факта. Поэтому клиенты голодные, приходят на обед, все хотят открывать буфет, набирается очередь, чтобы войти в буфет, потом очередь, чтобы блюдо взять, потом клиенты могут жаловаться, что вот очередь в ресторан, буфет и так далее. Но выбирайте другое время, например, посещение буфета. Или кушайте в снэк-баре, если не хотите в очередь. Или покушайте на пляже. Опять же, каждую пятницу в отелях, во всех отелях, облюдаемый ресурс делается Кубан Дэй. Кубинский день. И даже бывает, и накрывают на пляже большое изобилие разных кубинских блюд. Как раз можно дегустировать, можно понимать, что такое кубинская кухня. Это жареные бананы, и свинина на вертелях, или в духовке делается, или в соусе. Кунгри, это рис черной фасоли, или отдельно рис, отдельно черная фасоль, или коричневая фасоль. Это может быть папайя, фрукты, это гуава, это манго, если летом говорим. Ну и так далее. Как бы очень много всего, которое, как называется, в жареных вариантах. Но это в основном то, что, скажем так, про Кубу я хотел бы вам рассказывать. Если вот в процессе будут оливки есть, маслины, в принципе, очень много продуктов импортируются из Испании. Поэтому, колбасы, сыры, в разных видах колбас, даже если, конечно, отель еще выше категории, там еще хамон, саррану. Вот это известная ветчина, вялая ветчина, которая испанская тоже бывает в отелях на Кубе. И бывает тоже самое, красная рыба на обед или на завтрак тоже может быть красная рыба. Опять же могут быть оладьи на завтрак, могут делать там со всякими сиропами. Могут быть сухие разные смеси, которые потом можно добавить молоко, можно добавить йогурт. Есть и натуральный йогурт, и клубничный йогурт, и йогурт такой лимонный, там, разный. Это молоко, йогурт, это есть. Как бы, в принципе, еще раз повторяю, там яйца в разных видах. И вареное, и глазунья, и жареные яйца, и французское яйцо, там, разных видов, как бы это все есть. Опять же, кукин-шоу, повар, можно заказывать у него из разных ингредиентов, чтобы сделали омлет, да, со всякими добавками. Это, в принципе, все, как называется, есть. Имейте в виду, что выбор блюд есть, просто клиенты, еще раз повторяю, когда говорят, что на Кубе нечего есть, скажите сразу, покажите мне фото, покажите мне видео, что реально в буфете нечего есть. Потому что это чаще всего преувеличено. Давайте сдвигаемся чуть дальше, а то вот как бы, я думаю, что основные моменты мы поговорили об этом, да, вот то, что вы должны знать. Ну, немножко такое вкратце, чтобы вы ориентировали, как раз вот курсор у меня работает, значит, мы прилетаем в Варадеру, здесь где-то вот примерно вот тут находится международный аэропорт Варадеру. От Варадеру до, от аэропорта Варадеру до Варадеру трансфер занимает 30 минут, если это будет комбинирование тур Гавана плюс Варадеру, до Гаваны ехать примерно 2 часа езды. Вот, опять же, чем можно заниматься, еще вот на Кубе можно заниматься яхтингом. В Варадеру очень популярная, как раз экскурсия, брать яхту на полденья, на целый день, заниматься рыболовством, готовы там поймать лангуст, готовы на обед лангуст, можно просто прогуляться, опять же, доехать до Кайо Бланко, Кайо Бланко купаться, заниматься снорклингом. Опять же, говорю, что на Кубе больше 400 километров коралловых рифов, есть коралловая зона, где можно плавать, опять же, с аквалангами, можно нерять. Опять же, в Варадеру есть международный гольф-клуб для любителей гольфа, пожалуйста, тоже можно совместить. Восендаца Луна, там проводится международный турне, поэтому в этом плане, пожалуйста. На Кубе для любителей архитектуры, средневековья, естественно, можете посетить, как я говорил, вот Гавана, опять же, на юге есть город Тринидад, этому городу больше 500 лет, это город, который остановился во время, это средневековый испанский колониальный стил. Рядом находится город Симфуэгос в французской, это французская архитектура, потому что французы как раз этот город построили. Если для любителей природы, как я говорил, в центральной части есть Топис де Куянтес, красивая природа, осмотровая площадка на Карибское море, это вот как раз именно юг Кубы, это Карибское море. Если говорим про север, это у нас Атлантический океан, поэтому в Варадеру как раз купаются в Атлантике, не Карибское море, прошу это учитывать. Вот, естественно, есть джип-сафари, можно посмотреть на пещеры, какие-то подводные реки, подводные озера. Как бы у представителя туроператора есть веер, экскурсионных программ, еще раз повторяю, Куба, это не для того, чтобы как член только отдыхать на территории отеля, на все Кичино, это все-таки движуха, если на самом деле мы хотим увидеть аутентичную вот эту Кубу, уникальную Кубу, которая вот в этом плане, как называется, предоставляется вам возможность именно узнать Кубу. Остров маленький, но она очень разная. И природа есть, как видите, и средневековые города, есть коралловые рыбы, есть возможность делать и яхты тоже по Кубе. На Кубе есть большое количество затонувших кораблей для любителей подводного мира, да, говорили, что в международный гольф-клуб можно играть в гольф, вот. Можно для любителей джипса, фари, пожалуйста, красивые места, это все по Кубе, можно организовать различные экскурсии, с ночевкой в Гаване, с ночевкой в Тринидаде. Как бы у представителей туроператора есть достаточно большое количество возможностей, именно чем можно на Кубе заниматься, опять же активными видами спорта, можно на Кубе тоже как бы это все совместить. Поэтому в этом пляже, пляжный отдых плюс другие опции отдыха для того, чтобы клиентам не было скучно, скажем так, на территории отеля. Опять-таки, анимационная программа на территории отеля, есть утренние часы, дневные и вечернее время. Утренние часы обычно мероприятия проходят на пляже. Это может быть йога, это может быть зумба, это может быть такая робика, это может быть спортивный, там, пляжный болейбол, к примеру. У бассейна это могут быть спортивные мероприятия, танцевальные, занятия сальса, например, испанского языка, бинго, дарды, там, не знаю, шахматы, какие-то разные соревнования, это все как бы, в принципе, аниматоры, вечеринки. Как бы в наших отелях там, допустим, могут быть делать такие оранжевые вечеринки, белые вечеринки, пенные вечеринки, пляжные вечеринки. Это, конечно, не каждый день с утра до вечера, но есть доски, которые информируют туристов о том, что никакие мероприятия как для детей, так и для взрослых. Опять же, в мини-клубе, если это семейные отели, вот, семейные отели, у всех есть мини-клуб, есть свой бассейн, есть меню для детей, вот. Есть своя программа с аниматорами, то же самое, она расписана по дням, по часам, в доступные места, как эта информация опубликована, родители могут ознакомиться, посмотреть. Опять же, дети от 4 до 12 лет без родителей могут отдохнуть в мини-клубе, общаться с другими детьми, там, участвовать в различных мероприятиях, которые организуют. Если есть бэйби-клуб, дети совсем маленькие, то, конечно, в присутствии родителей должно быть. Но есть даже, у нас есть отели, например, Starfish Varadero, есть тинейджер-клуб для подростков с 12 до 17 лет. Как бы в этом плане в отелях предусмотрено разнообразие отдыха для туристов, главное, чтобы они об этом были информированы, где, что находится, скажем так, на территории отеля. Вот. Но в этом плане уже потихонечку двигаемся по отелям и по курортам, начинаем из Гаваны. В Гаване на сегодняшний день есть 5 отелей. Естественно, клиенты, конечно, хотят, если берут, ездят первый раз на Кубу, конечно, я рекомендую делать такой комбинированный тур в Varadero плюс Гавана, хотя бы две ночи останавливаться в Гаване. И, естественно, клиенты в приоритете хотят останавливаться в историческом районе Гаваны. Вот курсором я как раз показываю именно, где находится исторический район Гаваны, где находится знаменитый маяк, порт Гаванский, где расположены несколькие крепостей, которые были построены еще для сошиты Гаваны испанцами. Есть три уникальные исторические площади. Кафедральная площадь, площадь оружейная, где находится дворец губернатора острова. Старинная площадь, где многочисленные есть рестораны, бары. Можно сидеть на улице, пить пиво, кушать кубинские блюда. Можно пить крепкий, ароматный кофе кубинский, потому что на Кубе очень вкусный, ароматный, крепкий кофе в отеле. Во всех, можно это будет все пробовать, дегустировать. Это на старинной площади. Опять же, Капитолий. Я рекомендовал бы тоже посетить Капитолий. Для любителей культуры в Гаване есть много музеев. Есть и музеи изобразительных искусств, и современное искусство. Есть большой театр, который находится рядом с центральным парком, рядом с одним из наших отелей, отель Инглотерра. Как раз здесь, откуда начинаются в основном, именно по историческому району, все экскурсионные программы, именно пешеходные. Капитолий, в этом плане Россия как раз помогла позолотить купол, ремонтировать купол и тоже позолотить статую, которая находится внутри Капитолии. В этом плане, пожалуйста, вот здесь пешком можно в наших отелях, три отеля. Это совершенно два новых отеля, как любят наши русские туристы. Вот, к примеру, Рояль Тумавана. Это совершенно новый отель, он открылся в прошлом году. 5D люкс. Максимальное такое индивидуальное, персональное общение, подход к клиенту, прямо с панорамными видами, на Малеком, Малеком это набережная Гавана, на маяк, как раз из ресторана можно любоваться маяком гаванским или портом гаванским. Опять же, от большинства номеров в этом отеле открывается вид на море красиво, совершенно современный, внутри похоже на круиз. И в этом отеле есть вся необходимая инфраструктура, есть и бассейны, и спа-центры, и тренажерные залы, есть конференц-залы, кто планирует как раз именно организовать какие-либо деловые встречи, поездки на Кубу, комбинировать с Варадеро тоже. Пожалуйста, это можете, это все выполнить через туроператора Фанэнса. Но отели на Кубе в Гаване работают на завтраках, мало полупенсион, это вот завтрак плюс обед или ужин. Наш второй отель, это уже для любителей бутик, небольшие отели, с шармом, очень удачно расположен в неоклассике. Вот, это отель, каркас, назовем так, построен 1900 в начале, но полностью внутри вся начинка совершенно новая. Имеет шикарный бар-ресторан на крыше, с панорамным видом на город Гаваны, как раз вот это все, вот эти все районы и море, там романтика на закате, то же самое, как Рой Альтонавана, есть вот такой красивый бар прямо наверху, с красивым панорамным видом на Гаван. Вот, эти три отеля находятся в Пасео-дель-Прато. Пасео-дель-Прато это очень известное тоже место, скажем так, в Гаване, это такая прогулочная, с такими лвами, очень красивая, вот, и третий отель, это для любителей отелей с историей. Этому отелю более ста лет, вот, это были с первых отелей, которые построили на Кубе, но естественно номерной фон проходит ремонт, вот, там сохранились лифты, которые первоначально были установлены в этом отеле, это были с первых лифтов вообще в Латинской Америке в отелях. Поэтому Куба всегда ослабилась какими-то технологиями, нюансами, опережала, как бы, скажем так, много всего во времени, поэтому в этом отеле, конечно, вы окунулись в историю, и там приезжали очень много известных людей, вот, там жил, когда был журналистом молодой Черчилл, вот, который в будущем стал первым министром Англии, вот, жил в этом отеле, отель Инглотерра, вот, ну, номерной фонд после ремонта. Опять же, более современный район, здесь очень зеленый, находится у нас два отеля, которые имеют общую территорию. Это после капитального ремонта апарта-отель Starfish Monte Havana, три звезды, совершенно новые номера, он открылся в начале этого года после полной тотальной реконструкции. И Memories Miramaravana, это отель, имеет вся необходимая инфраструктура, как любой другой отель на пляже, единственное, что на Гаване нет песчаных пляжей. 50% номеров с видом на океан, вот, но здесь каменистый берег, поэтому тут большой бассейн, можно плавать в бассейне, можно организовать различные корпоративные встречи, семинары, конференции, что хотите, вот, и или просто несколько дней здесь отдохнуть непосредственно в этом отеле, окунуться в дух Гаваны, прогуляться по набережной Гаваны, побывать в бары, рестораны, кабарет Тропикана, знаменитый, который находится как раз в том районе, где расположены Memories Miramar, Стархич, Монте Авана, и прогуляться по гаванским улицам и почувствовать этот дух гаванский, кубинский, как живут кубинцы, как это самое, чем они дышат, и как раз именно узнаете именно настоящую Кубу, именно когда вы будете вот так прогуляться по городу. Вот, но, в принципе, скажем так, сейчас мы прогуляемся по отелям, вот, Роя Томикакос, как я говорил, совершенно современный отель, здесь есть и бассейн Инфинити, смотрите, какой красивый вид из бассейна, естественно, есть бар, тут можно встречать и восход солнца, и закат солнца, совершенно разных типов номеров у этого отеля, имея в виду и однокомнатные номера, и двухкомнатные номера, как бы в нашем отеле были очень важные персоны государственного уровня, разных стран мира, которые останавливались, опять же, в этом отеле любят организовать совершенно разные, вот сейчас у нас май месяца будет международная туристическая выставка, там в этом отеле тоже будет проходить прием гостей иностранных, вот, поэтому, пожалуйста, имейте в виду, что для требовательных, изысканных клиентов можно комбинировать как раз проживание Роя Том Гавана плюс Роя Томикакос Варадеру, видите, вот, панорамный вид ресторана, который работает Алла Карто, с видом на наш гаванский маяк, ну, и наш, скажем так, бар с таким прекрасным видом, я вот сейчас полечу в конце апреля в Гавану, вот, из первых таких, в моих планах, это побывать здесь у этого бара, встречать закат солнца и любоваться как раз вот таким гаванским видом, и я тоже вам рекомендую. Мистик Рехис, Мистик это новая марка, которую мы внедрили на Кубе, всего три отеля на сегодняшний день под маркой Мистик, они все бутик-отели, удачно очень расположены в центре Гаваны, в центре Варадеру и в центре легендарного города Тринидаль, вот. Как я говорил, каркас это начало 1900-е, внутри сохранился такой смесь, скажем так, и классическая мебель, и современные ванны, очень красивые, светлые, просторные номера, вот. На первом этаже есть бар, ресторан, стойка регистрации 24 часа, на последнем этаже есть бар, ресторан с панорамным видом, как раз вот это здесь видно, вот наш один из стандартных номеров, видите, как бы классическая мебель, это все совершенно новое, при этом ванны, комнаты, даже есть с окнами на город, здорово, очень красивый совершенно отель, имеет такой эксекьютив этаж, там с повышенным сервисом на шестом этаже, насколько я помню, вот, как я говорю, разных типов номеров, и для любителей как раз именно таких небольших отелей, здесь примерно около 60 номеров в этом отеле, опять же, он family friendly, здесь можно двое родителей плюс один ребенок разместить в нашем этом отеле. И пешком можно добраться до исторического центра Гавань. Инглотерра, для любителей истории, смотрите, какие интерьеры, вот, именно пахнет как раз именно историей в этом отеле, здесь такой, скажем так, и колониальный испанский, и с арабскими элементами, скажем так, оформления, декора, здесь есть очень популярный лювер-кафе, прямо на улице можно завтракать. Рядом открыли второй кафе, бульвары, напротив, с видом на большой театр гаванским в этом отеле. Через дорогу находится центральный парк, здесь стоят много численные ретро-машины разноцветные, кабриолеты, можно этим всем любоваться, посмотреть утром, крепкий кофе покушать, там, позавтракать, или просто пообедать на крыше нашего отеля, тоже в вечернее время, на закате, очень красиво, здесь можно относительно недобро и покушать морепродукты тоже. Я как раз со своей семьей, когда был в декабре, отдыхал в этом отеле, и как раз именно в вечернее время мы посетили там, это можно и видно, и купол Капитолии, и красивая архитектура нашего большого театра рядом, и через дорогу находится музей изобразительных искусств, и гостиница Кемпинский, и центральный парк. В общем-то, я рекомендую его, здесь опять же есть разных типов номеров, вот здесь видно как раз на экране такой базовый, естественно, остаются какие-то элементы классики в оформлении номеров, но в любом случае они проходили все рема. Наши более современные уже отели, там Эморис Мирамар, большая территория, красивый, в принципе, отель, вот с одной стороны с видом на море номера, смотрят, с другой стороны на этот большой бассейн, шесть теннисных кортов, большой тренажерный спа-центр, вот здесь есть пятый этаж, эксекьютив этаж, где как раз накрывают именно с таким красивым видом на море, можно позавтракать, в том числе, однокомнатные, двухкомнатные номера есть в этом отеле, ресторан-буфет, где можно завтрак, отобедать, тут же есть новый спорт-бар, новый совершенно бар, который работает 24 часа, есть отдельно ресторан La Carta международной кухни и так далее. Ну, как я говорил, есть конференц-залы для туристов, которые, или группы, которые хотят организовать свои какие-то деловые мероприятия именно в Гаване, и потом поехать, например, в Ародер. Наш апарта-отель Starfish Монте-Авана, еще раз повторяю, находится общая территория, это два отеля. Memories Miramar, Starfish Монте-Авана, Starfish Монте-Авана после капитального ремонта открылся в этом году, и такие новые, свежие номера, стандартные номера, номера студии, двухкомнатные номера, имеют полная оборудованная кухня с холодильником, с плитой, с посудой, здесь на первом этаже можно позавтракать, обедать, ужин на территории в ресторанах Memories Miramar, можно посетить бассейн Memories Miramar, польшево-сотельными кортами, спа-центр, там, тренажерный сад, естественно, за дополнительную плату, но такие возможности есть у клиентов, которые остановились по парт-отель Starfish Монте-Авана. Плавно переезжаем, скажем так, между Гаван и Варадеру, это можно по индивидуальным запросам, это отель для любителей природы, он окружен горами, как видите на экране, это Memories Hibakua, только для взрослых 16+, здесь встаешь и сразу спим птиц с утра, в тишине покоя, поют птицы, такой антистрессовый, релакс, полный, тотальный в этом отеле. Очень красивый именно с джакузи, с бассейна, вид на горы, опять же, у этого отеля есть свои домашние коралловые рифы. Для любителей как раз именно снорклингом заниматься, опять же, есть дайвинг-центр на территории этого отеля, можно на лодке ехать как раз поглубже, аквалангами можно нырять, смотреть на коралловые рифы, здесь есть тренажерный зал с видом на море, вот, под открытием небо спа-центр с джакузи в том числе, здесь есть и большой буфет, два ресторана Ла Карта, один из ресторанов Гурмет, очень вкусно кормят, и персонал действительно очень дружелюбный, гостеприимный, опять-таки, номера есть фронтальным видом на море, с красивым, и заход на пляж все-таки песчаный, и дальше, через несколько метров начинаются как раз домашние коралловые рифы. Так, плавно переезжаем в Орадеру, так, здесь вопрос. Значит, до исторического центра ехать-ехать, можно, конечно, пешком, но пешком примерно-то будет, наверное, минуту 40-1 час, но если ехать на машине, или на ретро-машине, или на такси, ехать примерно 20 минут всего. Получается, недалеко, но в любом случае, чаще всего клиенты предпочитают центр эритологической Гаваны, чтобы можно было пешком передвигаться по городу. Поэтому я, как бы, обращаю на это, как называется, вашего внимания. Приезжаем в Орадеру. Напоминаю о том, что в Орадеру ходят топ-25 лучших пляжей мира по оценке путешественников на TripAdvisor. Они делают свои топы и отели, и курортов по разным признакам, и как раз Куба занимает, насколько я помню, по-моему, последний раз получила 9-е место, или 12-е место, ну, достаточно близко к начальству. 30 километров, 23 километра белоснежные песчаные пляжи, узкая длинная коса. Орадеру, конечно, это чисто курорт, международный, поэтому здесь кубинской аутентичности практически не увидите. Естественно, я рекомендую активно, как называется, поехать за пределами Орадеру с помощью экскурсий, для того, чтобы увидеть настоящую Кубу. Вот. Значит, есть такой вопрос, относительно, если есть семья с детьми, в каком отеле Гавани лучше остановиться, но если с одним ребенком, конечно, можете останавливаться, либо, получается, в отеле Инглотерра, находите в самом историческом центре Гавани, при этом относительно недорогой отель. Вот если в историческом центре, либо просто можете мести Крехис, как новый отель, бутик-отель, небольшой отель, прошу учитывать, что эти отели, главное, что находятся прямо рядом с историческим центром Гавани. Если для них по какой-то причине важно, чтобы была кухня, и что-то готовить на кухне, и в супермаркете какие-то продукты покупать, то, конечно, да, 20 минут ехать надо, но Старфиш Монте Аван. Можно вот в апартаментах, либо студию, либо двухкомнатные разместиться, совершенно новая, есть кухня, рядом на супермаркет, пожалуйста, можете такой выбор сделать. На пляже, пляжи на Гаване нет. На Гаване есть каменистые берега, есть набережная, но каменистые берега. Самый ближайший пляж от Гаваны находится в 30 минут, называется Санта-Мария-Игуанаву, но ехать примерно на машине примерно 30 минут. Поэтому Гавана больше приехали потусить, отдохнуть в Гаване, узнавать Гавану, сучать Гавану, почувствовать дух Гаваны, а потом уже можно вот в другие курорты, или просто приехав в Вородеру, и там уже солнце, море. Там, конечно, пляжи красивее. Ну, возвращаемся к Вородеру. Значит, центр Вородеру вот здесь, на главной улице, Авенида Примера, или Первый проспект, расположенный в основном бары, рестораны, кафетери, супермаркеты, есть один торговый центр, площадки, где туристы за пределами отеля могут, естественно, тусить днем и вечером. В вечернее время тоже есть The Beatles, очень известный клуб, где можно молодежь или там, без детей любят отдохнуть, слушать музыку, танцевать и так далее. Опять же, в этом районе есть дом Рома, дом Сигар, дом Шоколада. Здесь курсируют автобусы по Вородеру туристические, стоят 5 долларов. Можно пользоваться в течение всего дня, заплатив только один раз, как трансфер, скажем так. Конечно, у каждого отеля есть, стоят такси, стоят ретро-машины, они стоят, конечно, дороже, могут вас взять в один конец 20 долларов. Ну, посмотрите, решайте. Либо если два человека заплатили 10, либо если 20, и при этом на автобусе цель и день можно туда-сюда, либо на машине, если поехали, в один конец 20, в другой конец 20, 40 всего получается. Ну, решайте, как вам удобнее передвигаться по Вородеру. Здесь в центральной части Вородеру есть тоже кабаре для любителей шоу, перьях, яркие костюмы, танцы, музыка, оркестр и прочее. Пожалуйста, можете в вечернее время посетить кабаре. Есть несколько клубов, баров, где тоже можно посидеть, дегустировать кубинские коктейли, слушать кубинскую музыку. Поэтому есть, еще раз повторяю, и частные, и государственные учреждения центральной части Вородеры. Дальше. Здесь у нас есть международный гольф-клуб, о котором я говорил. В центре Вородеры тоже есть красивый парк, зона, где можно прогуляться. Там есть озеро, можно кататься на воде велосипедом. Вед парк отраукционов, не современный, не новый, но он рабочий, он действующий. Если с детьми хотите посетить, пожалуйста. В Вородеру есть дельфинары. Дальше есть три яхт-клуба. В начале Вородеру, где-то здесь и в конце Вородеру, где можно как раз катамараны, яхты, лодки, подводное плавание, вот все, что связано с экскурсией по морю, отсюда можно это все бронировать. В конце Вородеру есть большой яхт-клуб, здесь есть как площадка, там есть и магазины, и супермаркеты, кафе-мороженое, можно на ресторанах покушать и так далее. Как бы таких площадок есть Вородеру несколько, там могут быть дополнительные, скажем так, услуги для отдыха для туристов за пределами отеля. Опять же, Вородеру есть один из древнейших кактусов в мире, называя Саил Патриарка, ему больше 600 лет. В Вородеру есть экологические пешеходные дороги, опять же, есть пещеры, которые можно посетить. Поэтому Вородеру есть чем заняться, Вородеру выбирают именно клиенты, которые хотят именно за пределами отеля тусить больше движения, больше движуха, но вот, скажем так, как на Кубе, скажем так, да? Вот, имею в виду, не прямо вау, куча дискотек везде, как может быть в Европе, например, да? Но находите несколько дискотек, опять же, на территории отеля вечером в рамках анимационной программы. Для детей проводится мини-дискотека, для взрослых каждый вечер разный шоу. Это танцы, танцы могут быть, это музыка, это оркестр, это какое-то шоу по какой-то теме и так далее. Опять же, доски информационные, которые информируют о том, какие будут шоу, если вам интересно. После шоу на территории отеля обычно это либо диджей, включая музыку, это может быть в амфитеатре, типа, как дискотеку, устраиваясь с баром рядом, либо просто за пределами отеля поехали или просто пешком, в зависимости от того, кто где проживает. И, естественно, можно, пожалуй, уже на баре сидеть, в кафе, дискотеку, ресторанах, как вы пожелаете. Поэтому в Варадеру есть такие разные опции отдыха. И, конечно, если клиенты хотят именно жить в центре Варадеру, чтобы было все, как называется, пешком, пожалуйста, есть три у нас опции для взрослых. Имеется в виду отдых только для взрослых, 16+. Мистик Касса Перла, совершенно новый бутик-отель, работает на завтраках, имейте в виду, но находится на главной улице Варадеру, Авенида Примера, поэтому там как раз и бары, и рестораны. Выбор покушать есть. Но на территории отеля есть бар, есть ресторан. Ресторан можно покушать с фронтальным видом на Варадеру. Очень красиво. Да, вот, пожалуйста, в этом плане можете, как бы, немножко клиенты, которые не хотят быть привязаны ко все включено, можете предложить внести в Касапелло совершенно новый отель. По поводу Старфиш Куатро Пальмас. Отель компактный, прямо на пляже, это для тех, которые хотят здание, песок и сразу пляж, сразу окунуться в море. Опять же, находится на главной улице Варадеру, там, где вся тусовка, поэтому он только для взрослых, он небольшой, всего 160 номеров, очень популярен, вот, и находится в самом центре Варадеру. Поэтому я его рекомендую. Посмотрите, опять же, днем есть номера с фронтальным видом на море, тоже такой тип номера можно в этом отеле заказать. И если поэкономичнее, есть корпуса трибунгального типа. Корпуса Старфиш Куатро Пальмас, три звезды, тоже только для взрослых. Вы можете только завтрак здесь заказывать, либо, если заказываете, все включено, вы проживаете в реновированных номерах Старфиш Лас Пальмас, но пляж, рестораны, бары, отдых по системам, все включено, проходит на территории Старфиш Куатро Пальмас. Это вот такое, как бы, интересно, такое, как называется, ход. Для тех, которые в центре Варадеру хотят находиться, тусовка за пределами отеля, отели без детей, пожалуйста, именно вот три такие опции. Подороже, покруче, такой вау-эффект, но на завтраках Мистик Каса Перла, средние четыре звезды Старфиш Куатро Пальмас, отдых без детей и Лас Пальмас поэкономичнее, но в самом центре Варадеру с очень красивым пляжем и по системам все включено. Приезжаем дальше по Варадеру, приближаемся к зоне подальше. Здесь, конечно, можно дойти пешком до центра Варадеру, но, наверное, например, Старфиш Варадеру до центра Варадеру, наверное, пройтись, но может быть плюс-минус 20 минут, может быть 30. Честно говоря, я не проверю, потому что я в основном путешествую на туристическом автобусе по Варадеру и передвигаюсь именно на автобусе, который стоит всего 5 долларов с человеком. При этом курсирует, вы можете кататься целый день. Старфиш Варадеру, обращаю вашего внимания, теперь четыре звезды. Что хорошо в этом отеле, что есть номера бунгального типа. Очень мало отелей в Варадеру, которые предлагают именно небольшие корпуса, всего четыре номера, двухкомнатные, очень удобные для родителей с двумя детьми, гостиная отдельная, спальная отдельная. При этом максимально близко расположены пляжи. Ройер Томикакус для требовательных, изысканных клиентов, которые хотят организовать красивую свадебную церемонию, которые хотят иметь напитки премиум-класса, услуги дворецких, которые в том числе говорят по-русски. Очень красивая ухоженная территория, гламурная и такие разноцветные искусственные озера по всей территории. Обалденный красивый пляж, широкая песчаная полоса, есть кроватый Бали на пляже. Здесь можно заказывать номера категории Junior Suite после реновации, а не Superior. Об этом я покажу позже. Дальше, такой средничок, большой комплекс, но очень достойный средничок, в плане недорогой отель, семейный. Здесь в этом отеле на территории единственная водная горка для взрослых и для детей, детей старше шести лет. Memories Faradero, пожалуйста, обратите на него внимание. Территория очень большая, об этом я чуть позже покажу, расскажу, дам советы по нему. И последний наш комплекс – это недорогой пятизвездочный отель Grand Memories Faradero. Тоже большая территория, тоже три зоны. Стандартных номеров, номера Superior, которые Superior расположены в билиже к пляжу, и зона только для взрослых под названием Sanctuary. Но обычно продается как Junior Suite или Suite Adults Only или 18 Plus на территории этого отеля. Это отель внутри отеля. Имеется в виду отель только для взрослых, 18 Plus, у них отдельный пляж, отдельный бар, ресторан, отдельная стойка регистрации, отдельная анимационная программа. Здесь более такой спокойный отдых, тихий отдых, но на территории семейного отеля Grand Memories. Давайте пройдемся тогда по отелю. Посмотрите, красивое такое, вот именно это как вилла, был когда-то такой дом богатого человека в Faradero. Здесь всего 10 номеров, повторяю, работает на завтраках, имеет фронтальный вид на море. Видите, как бы прямой заход на пляж, поэтому у него очень компактная у этого отеля территория. Все-таки есть бассейн, небольшой спа-центр, небольшой тренажерный, бар, ресторан, лобби, столько регистрации, которая работает 24 часа, максимальный индивидуальный сервис для клиента. Здесь можно, конечно, не только завтракать, но и обедать и ужинать по меню, вот, с красивым таким видом на Faradero. Опять же повторяюсь, главная улица Faradero, поэтому за пределом отеля, варианты ресторанов, кафетерии, барах, где туристы могут покушать, они не привязаны будут к этому, все включено, пожалуйста, это другой уровень клиента. Разных типов номеров, даже есть номера в джакузи, в балконе. Таких типов номеров на Кубе очень редко, очень мало где встречаешься. Здесь в данном бутик-отеле присутствует. Посмотрите на экране, но нет слов. Вот какой красивый пляж Royal Tumikacos, 18+, только для взрослых. В этом отеле большое количество лежаков, заранее ничего не нужно занимать. Услуги дворецких, напитки премиум-класса, рестораны La Carta не требуют предварительной брони, браслет, это же и ключ номера. Частично прошла реновация номерного фонда в этом отеле. Очень вкусно кормят в ресторанах и в этом ресторане, который фронтальным видом на море. Опять же, мало отелей, у которых такая привилегия есть. И вот здесь как раз я могу сказать, что есть большое разнообразие морепродуктов и рыбу в этом отеле. Центральные части. Тут есть, конечно, по правой и по левой стороне корпуса с двумя тихими бассейнами. Тихо, правильно, спокойно, отдыха. Центральный бассейн. Здесь как раз проходит развлекательная программа, музыка, всякая аэробика. Здесь тоже не бывает и на пляже делать йогу, какие-то аква-велосипеды прямо у бассейна. В центральной части есть вот этот корпус. На втором этаже есть буфет. В буфете наливают с утра, как раз как любят русские туристы, шампанское испанского производства. Вот есть разные зоны. Итальянская зона, морепродуктов зона, мясник блюд зона, вот чай-кофе зона, юго-восточных блюд зона и так далее в этом отеле. Здесь и большой выбор и колбас, и ветчин, и сыров испанского производства в данном отеле. Опять же, есть ресторан Тек Мекс, мексиканской кухни, итальянской кухни. Карибская кухня, вот как раз это такой большой ресторан Гурме, очень вкусно готовят. А вот здесь есть сигарный бар для любителей как раз именно сигары, снэк-бар, собственное производство мороженое, есть своя как бы галерея, где есть различные бары, ресторанчики, где можно и в магазине, можно продукты покупать. Есть современная дискотека, джаз-бар, караоке, живой на пианино, там вы можете заказывать. В этом есть. Есть бар, который работает 24 часа, если клиенты хотят ресторан Ла-Карта, все столики, допустим, заняты, им дают выпар, ждут как раз именно здесь, пока готовы, выпар пипикает, и, пожалуйста, можно вернуться в ресторан Ла-Карта. Если клиенты берут программу Diamond Club, Diamond Club это еще более персонализированный пакет услуг, здесь у них отдельная зона на пляже. Свой бар, обслуживается официантами, кровати Бали здесь стоят, здесь тоже есть кровати Бали, но за дополнительную плату от 20 долларов в день. Можно есть с напитками, заказывать местных клиентов, этого желают. Опять же, здесь есть дайвинг-центр, здесь есть теннисные корты, сквошь в этом отеле, как бы спортивные площадки, большой спа-центр, это нажорный зал. В общем-то, вау! И высший средний сервис. Здесь действительно чувствуют рахницу, достаточно персонально. Опять же, в этом отеле есть специальный пакет honeymoon free, бесплатный пакет для молодоженов. Оформляется в особый тонах номер, шампанского номер, конфетки, полуприватный ужин, прием ванны романтической в номере, полуприватный или завтрак накрываю в номере, скидки в спа, какие-то специальные пакеты и прочее для молодоженов. Пакет действует в течение шести месяцев. Имейте в виду, что такая возможность есть. Опять же, есть две беседки и на пляже можно организовать символическую свадьбную церемонию. Все, можете отправить запрос туроператора Fun and Sun, это все оформляется, и тур, и плюс свадьбенную красивую церемонию, которые относительно недорогие на Кубе. Ну, опять же, на экране видите куча всяких медалей, признаний, которые получил этот отель, поэтому, пожалуйста, для требовательных и изысканных клиентов его рекомендую. Смотрите на экране, вот с левой стороны внизу, это после реновации номера, называется Junior Suite Superior. Поэтому, если вы хотите новый номер, Junior Suite Superior, смотрите, гостиная, спальная зона и вот какие красивые ванны, совершенно современные ванные комнаты. Стандартный Junior Suite, конечно, постоянно идет косметику, тоже гостиная, спальная зона, из начинки электронный сейф, там есть кофемашина капсульная, мини-бар, который постоянно, каждый день попальняется, владельная доска, утюг и так далее. Это вот то, что есть. Опять же, на территории отеля Royal Tomicacos есть Royal Suite, это двухкомнатный номер и один трехкомнатный номер президентский, но это два типа номера, которые требуют предварительный запрос. Вот на экране выглядит наш ресторан, буфет большой, зона как раз, вот смотрите, La Toscana, это итальянская паста, пицца, лазанья, Nautico Club, это как раз либо морепродукты, здесь не видно, есть еще мясные, десертные и большое количество как готовых блюд, так и блюд по заказу через повара. Опять же, есть отдельная зона для клиентов, которые приобретают программу Diamond Club, в буфете есть отдельная зона, которая идет обслуживание официантов. Красиво ухоженная зеленая территория, как видите, есть и главный бассейн, рядом двухэтажный наш, как я называю, торговый центр, где основная как раз инфраструктура ресторанная, барная, там развлечения, именно в этом здании, тут рядом находится амфитеатр, где как раз в вечернее время проходит развлекательная программа. Ну и плавно, так, тут вопрос, номера, думаю, круче, чем или интернациональный, не скажу, потому что я рассказываю сегодня только про мои отели, если вам понравилось оформление, опять же, выбрали наш отель, вот, пожалуйста, как бы, в принципе, рассматривайте его. А реновация вот этих номеров было буквально в прошлом году, поэтому они совсем новенькие, свежие, но ограниченное количество, поэтому если поисковики у туроператора Фален Сан есть Юниверситет Супериор Роял Тумикакос, это означает, что это реновированные номера. Грамм Меморис Фарадеру, три зоны, напоминаю, это большой комплекс, больше тысячи номеров, большая территория, вот, он находится в глубине, по отношению к пляжу, вот, есть все, что для семейного отдыха необходимо на плане инфраструктуры, как раз вы на экране, именно такой маленький экскурс по данному отелю. Если вы бронируете номера стандарт, Грамм Меморис и семейные, проживают ваши туристы в этих корпусах. Здесь рядом есть бассейн, есть бар, но, конечно, клиенты предпочитают пляж, поэтому, если отсюда до пляжа, пройти в 5-7 минут пешком. По территории отеля едет электрокар, прошу это учитывать. Вот, центральное здание, здесь ресторан Ала-Карта, большой буфет, вот, ресторан Ала-Карта, это кубинская кухня, итальянская кухня, здесь есть ресторан юго-восточной кухни, но это для клиентов именно зона только для взрослых 18+. Зона только для взрослых 18+, имеет отдельное оборудование на зоне на пляже, свой ресторан, два бара, отдельная стойка регистрации, поэтому есть клиенты, проживают в зоне только для взрослых Грамм Меморис, приезжают сюда, сели на электрокаре и едут до стойки регистрации, здесь встречают дворецкие, дворецкие проводят до номера, здесь только два типа номеров, юниор-суит и двухкомнатные сует-номера. Вот, как я говорил, это более спокойный отдых, который проходит именно. Опять же, клиенты, проживающие в зоне только для взрослых, имеют приоритетное бронирование в ресторанах Ала-Карта на территории Грамм Меморис, опять же, участвуют в развлекательной программе для клиентов на территории Грамм Меморис. Грамм Меморис есть лобби, стойка регистрации, вот работает 24 часа, есть стойка для Diamond Club отдельно, это индивидуальный чек-ин, чек-аут для клиентов, ранний чек-ин, поздний чек-аут по возможности. Вот, здесь лобби-бар, работающий 24 часа, вот, большой бассейн, как раз вокруг этого бассейна проходит вся развлекательная программа, здесь есть мини-клуб и мини-бассейн для детей, есть такой небольшой парк, огороженная территория, рядом находится снэк-бар, работающий 24 часа, как я говорил, можно и ночью покушать, если клиенты голодные, да, можно и днем обедать, если вы отдыхаете в бассейне или на пляже, и рядом большой спа-центр. Здесь есть и различные процедуры, конечно, за доплату, есть джакусси, есть сауна, есть отдельная зона для релакса, для отдыха, тренажерный зал тоже есть в спа-центре, пошел, это учитывая, кто хочет совместить. Ну вот, здесь ближе к пляжу, как раз находится именно, о чем я вам говорил, вот это ранчо, это ресторан на пляже, если клиенты отдыхают здесь на пляже, здесь расширили пляжную полосу, глубже сделали, увеличили количество лежаков, количество зонтов, которые есть на семейной части Грамм Мемори Сварадер, поэтому вот тут рядом есть и бар пляжный, есть ресторан на пляже, который кормит наших туристов в обед. Ну, если клиенты хотят, пожалуйста, в ресторане главном, буфете, они переодеваются, идут сюда, в центральное здание, здесь могут обедать. Как я говорил, большое количество блюд готовых, есть три зоны, где могут готовые блюда повара, но еще раз повторяю, если в другую очередь клиент не хочет стоять, выбираем из всех готовых блюд, которые есть, либо приходим попозже, не к открытию буфета на обед, не к открытию буфета на ужин, чуть попозже, и, пожалуйста, как бы, может быть, народ немножко рассосался. По поводу отеля в целом, самое главное было вот это, что есть три зоны, в этой зоне как раз и расположены корпуса номера superior, это 450 номеров стандарт, находятся дальше от пляжа, и здесь в этой зоне находятся как раз именно спортивные площадки, можно играть и мини-футбол, и баскетбол, теннисные корты, пожалуйста, можно это все играть. Дальше идет номера категории superior, они чуть дороже, но ближе к пляжу, как видите, рядом с бассейном, рядом со снэк-баром, рядом с главным зданием, где рестораны, ла-карта, фи-театр, там есть еще комната для тинейджеров, различные автоматы, тоже есть и небольшая дискотека в этом большом здании, но и вот самое главное, что рядом пляж. На экране как раз видно, вот здесь у нас лобби-бар и стойка регистрации, здесь именно центральное здание Грамм Меморис, бассейн, где вся тусовка проходит в течение дня, тут есть ресторан, бар, как раз внутри бассейна, тут ставят тоже такие надувные каналы для детей, чтобы они просто могли бы тусить в этой свете. Вот, пожалуйста, на экране как выглядит номер категории супериум, есть такая как бы диван, но диваны не раскладываются, очень важный такой момент при выборе кровати, да, как бы либо кин-сайз, это широшейная, широкая, двухметровая кровать, либо две полуторы кровати, ширина метр двадцать, либо можно одну дополнительную кровать ставить в номере, но диваны в отелях не раскладываются, прошу, это нужно учитывать. Ну и с начинки, электронный сейф, есть вот набор кофе и чая в номере, мини-бар, вот, телевизор естественно, гладильная доска, утюг. Вот, и как я говорил, в ресторане La Carta обязательно посмотрим заранее, требует предварительной брони в этом отеле. Вот, на экране вы можете посмотреть, как выглядит зона 18+, только для взрослых, это всего шесть корпусов, вокруг бассейна, там есть два джакузи, ресторан, который работает на завтрак, буфет плюс меню, на обед и на ужин меню, но каждый день меняется меню. Опять же, клиенты могут ходить в буфет на территории Gram Memories, у них есть отдельная зона, опять же написано блюдо, и Diamond Club, вот, отдельная зона в буфете, и для клиентов Santori, 18+, тоже есть это отдельная зона, где Diamond Club, клиенты могут отдыхать и обедать, и ужинать, и завтракать, вот. В мини-клуб есть разные мероприятия, аниматоры занимаются детьми от 4 до 12 лет, как я говорил, есть специальные информационные доски для семейного отдыха, если мы возвращаемся, да, как бы, вот, где родители могут посмотреть, какие программы. Вот один из джакузи, который прямо вот на территории именно Santori, вот здесь идет именно спальня, сейчас нашего номера, который сует, отдельная гостиная, отдельная спальня на территории 18+, ресторан, который на завтрак, обед и ужин, и вот, пожалуйста, видно здесь зона только для взрослых, отдельная, она такая полуизолированная, с обслуживанием официантов на территории Grand Memories 18+, под названием Santori. Memories Faradero, семейный отель, тоже как Grand Memories, очень большая территория, больше тысячи номеров, похоже на восьмерка, на восьмерка, здесь, как я говорил, единственный отель, который имеет одна водная горка для взрослых и старше шести лет детям. Само собой, как семейный любой отель, имея все, что необходимо, да, и мини-клуб, и меню для детей, и бассейн для детей, и развлекательная программа для детей. Опять же, хочу вам сказать, что с мая по октябрь, если родители, двое родителей с одним ребенком ездят отдохнуть в любой наш семейный отель Varadero, то ребенок отдыхает бесплатно. При расчете стоимости от оператора, когда вы будете выбирать двое взрослых плюс ребенок, то ребенок стоимости вас приятно удивит. о том, что на троих, если делим в среднем на троих, то будет гораздо дешевле, потому что с мая по октябрь один ребенок с двумя родителями отдыхает бесплатно, а второй ребенок, если двое родителей и двое детей, второй ребенок отдыхает со скидкой в 50%. Это такая спецуха, спецприложение на летний период на Кубе. С мая месяца, если клиенты ваши отдыхают до 30 октября, они получают, ездят отдохнуть на Кубу по очень выгодной цене, при этом учитывая, что эта система все включена. Но возвращаемся к Memories Varadero. Есть два бассейна, это тихий бассейн, здесь снег-бар, на обед можно покушать, есть бар прямо у этого бассейна, но здесь особо не играет музыка. Тут, конечно, дольше от пляжа, здесь находится главное здание, где бар работает 24 часа, меню пункт, магазины, и в том числе конференц-зал, если вдруг хочется совместить работу с отдыхом. Большой буфет здесь находится, дальше идем, корпуса, если где клиенты проживают, как и GramMemories, надо пройтись тоже 5-7 минут до пляжа, электрокар передвигается по территории отеля тоже, но клиенты бывают, не хватает терпения, не хотят ждать, и, пожалуйста, могут пройтись очень красиво, ухоженно, зеленая территория. Опять же, повторяю, сейчас начинается весна, на Кубе тоже весна, поэтому очень такое яркое светение, разноцветное, и деревья, и кусты, и свети, вот это будет красота прямо апрель, май, вот, чуть-чуть дождик, это разнообразие, вот это разноцветие, светение и прочее, вот, поэтому принято в виду, что как раз именно такой период времени, когда начинаются полеты именно у Fun and Sun, это такое красивое время, зелень, разноцветие, природа прямо светет, расцветает, вот. Ну, возвращаемся к отелю, центральные части, здесь есть большой спа-центр, тренажерный зал, различные процедуры, есть джакузы, есть сауна, спортивные мероприятия, спортивные площадки, теннисные корты, футбол, баскетболь здесь, большой амфитеатр, здесь в вечернее время, естественно, различные мероприятия, здесь три ресторана La Carte, японский ресторан, итальянский и кубинский кухни, опять же, спорт-бар, для любителей спортивных соревнований, мероприятий и прочих, могут посидеть, посетить спорт-бар. Здесь в большом второй круг, естественно, ближе к пляжу, если нужно, чтобы ваши клиенты именно здесь жили, потому что и здесь, и здесь стандартные номера есть и там, и тут, вот, напишите туроператору, напишите мне, мы разместим ваших клиентов ближе к пляжу. Опять же, здесь тусовка, развлекательная программа, здесь горка как раз водная находится, мини-клуб для детей, поэтому родители здесь отдыхают, мини-клуб рядом. Здесь есть снег-бар тоже, можно покушать в обед, вот, в вечернее время играет как ресторан, один из ресторанов La Carte, как бы, есть большое количество ресторанов La Carte здесь, в данном отеле, который требует предварительной брони. В этих корпусах есть еще номера suite, двухкомнатные номера, изолированная гостиная плюс спальня, поэтому, если клиенты хотят, допустим, красивый вид на пляж, выбирайте, предлагайте suite, конечно, они будут стоить дороже, чем стандарт, но имеют, возможно, именно такой красивый вид на море. Опять же, на пляже Rancheong, это ресторан, такой буфет, заказ блюда, который на обед клиенты могут обедать, и рядом находится бар, пляжный, где наши клиенты тоже могут тут посидеть, пообедать, перекусить, какие-то снеки тоже есть, различные коктейли и так далее. Это примерно что из себя от Memories Varadero. Смотрите, вот после косметического ремонта, как выглядят, обновились наши номера стандарт. Если выбрали стандарт, вот они как, как называется, как выглядят. Это вот в случае исполнения king size. Если хотят king size плюс дополнительный кровать, немножко, конечно, это все передвигается, и ставится сюда дополнительную кровать для ребенка. Скажем так, опять же, здесь могут быть две полутора кровати, и еще дополнительную одну кровать, если, например, хотят три разные кровати, три взрослые, например. Спать – это тоже возможно оформить. Вот наш итальянский ресторан на экране, который требует предварительной брони. Опять же, в этом ресторане проходит обед для клиентов, которые приобретают программу Diamond Club. Наш японский ресторан, где есть такой шоу «Тепаняки». Ну, напоминаю, ресторан «Алакарта» требует предварительной брони. И лобби-бар, работающий 24 часа в данном отеле. Плавно переезжаем в «Старфиш Варадеру», напоминаю о том, что четыре звезды недавно. Вот. Здесь очень компактная территория в «Старфиш Варадеру», как видите, вот получается параллельно к пляжу. Широкая песчаная полоса, очень красивое море и очень красивый пляж именно в «Старфиш Варадеру». В центральном здании находятся номера категории «Суперио» после полной реновации. В стандартных номерах сделали косметику, поменяли мебель на новую. И бунгало – это небольшие дома, четыре номера всего, двухкомнатные. Отдельная гостиная, отдельная спальня. Поменяли мебель и сделали косметику. Здесь в центральной площади есть международная кухня. Тут можно морепродукты, лангуст, рыбу покушать. Итальянский ресторан рядом, требует предварительной брони. Рядом находится наш вранчон, который на обед кормит наших туристов. Вечером становится кубинский ресторан «Ла Карта». В центральной части здесь бассейн, где развлекательная программа. Проходит снэк-бар, работает 24 часа. С детьми играют аниматоры, с взрослыми всякие вечеринки устраивали, спортивные и так далее. Тут рядом находится амфитеатр, здесь находятся спортивные теннисные площадки. Тут такой тихий бассейн, рядом находится тренажерный зал, рядом находится один бар, тут еще джакузи есть, находятся стандартные номера. В центральном здании открыли в прошлом году буфет новый, ресторан-буфет новый, в Старфиш-Фарадеру. И в центральном здании, кроме того, что есть два бара, которые работают 24 часа, есть один спорт-бар, есть клуб для тинейджеров, естественно, обменные пункты, есть магазины и прочее. Пожалуйста, как бы обратите внимание на Старфиш-Фарадеру, тоже относительно недорогой отель, при этом очень красивая, ухоженная территория, все очень компактная территория, поэтому как бы от главного здания до пляжа, там, тут очень быстро как-то 3-4 минуты вы уже находитесь на пляже. На пляже огромное количество лежаков, не надо занимать ничего заранее. Вот хочу обратить внимание, вот здесь как раз наш спорт-бар, наш бассейн, где проходит развлекательная программа в течение дня. Здесь у нас еще две кабинеты для массажа, можно массаж тоже заказывать, наш мини-клуб и бар пляжный. Здесь как раз стоят сейчас столы, можно тут и снег, можно перекусить, опять же здесь и рядом есть место, где можно поесть. Ну и на экране, скажем так, вот как выглядят наши сейчас номера стандарт. Хочу обратить внимание на то, что пляжные полотенца находятся в номерах, но меняются в клуб-хаус. Клуб-хаус это такое отдельное помещение, где клиенты могут менять грязные пляжные полотенца на чистое. Это не обязано горничной, имейте в виду, менять пляжные полотенца, это в основном делают сами туристы. Здесь стандарт супериор, номер супериор. После капитального ремонта совершенно новая ванная комната тоже. И здесь мы видим спальню наших бунгало. Бунгало – это тераза, в этом случае как раз тераза видно здесь на экране, либо наверху балкон. Получается два номера на первом этаже бунгало и два номера на втором этаже с балконами бунгало. Получается всего четыре номера. Это для клиентов, которые хотят именно такие бунгального типа, покомпактные размещения. Пожалуйста, можете предложить именно бунгального типа размещения в Starfish Quattro Palms. Волейбольные площадки, да, это на пляже. На пляже у всех этих отелей в Варадеру есть на пляже пляжный волейболь. Поэтому как бы обычно утром, потому что, еще раз повторяю, если это с двенадцати до трех, до четырех, солнце очень такое жесткое. Поэтому, если играть в пляжный волейболь, то, конечно, лучше в утренние часы, либо попозже. Вот после трех, после четырех, когда солнце, он такой жесткий, но мягче. Слегка, скажем так. Напоминаю о том, что Starfish Quattro Palms в самом сердце Варадеру, в центре Варадеру, на главной улице Варадеру, где вся тусовка, где все бары, рестораны, можно прогуляться пешком по Варадеру. Находится парк Херсонес, где есть озеро, красивая зеленая территория, недалеко находится, как называется, The Beatles, через дорогу The Beatles, это клуб в вечернее время. Ребята могут выходить там, посидеть в коктейле, музыку слушать, там, если хотят танцевать, пожалуйста, не вопрос. Здесь, в этом отеле, есть главное здание, как раз здесь главное здание, тут видно большой бассейн, тут в этом корпусе есть номера стандарт с фронтальным видом на море. На первом этаже находятся рестораны, буфет, а-ла-карта, один бар, который имеет фронтальный вид на море, лобби, стойка регистрации, магазины и прочее, это все прошло капитальный ремонт. Если мы говорим про номера реновированные, они находятся в этом корпусе реала, называется colonial. Здесь находятся вот такие после реновации, последние несколько, скажем так, 3-4 года прошла реновация этих номеров, поэтому они и мебель поинтереснее, по современнее и, в общем-то, более такие новые, как называются, номера. Обалденный красивый пляж у этого отеля, это отель, который прямо выходишь за пределами отеля, сразу песок, сразу море. Вы знаете, практически своей зеленой территории у данного отеля нет. Это вот прямо отель, прямо на пляже. Поэкономичнее. Три корпуса бунгального типа Starfish Las Palmas. Напоминаю, если вы покупаете все включено, стандарт эконом, значит, вы проживаете в таких реставрированных, отреновированных номерах Las Palmas. Находятся три корпуса через дорогу, но до пляжа всего 150 метров идти. Вот. Через дорогу находится здание Starfish Quattro Palmas, и на территории Starfish Quattro Palmas клиенты, проживающие в корпусах Las Palmas, они пользуются пляжами, ресторанами, барами на территории Starfish Quattro Palmas. Опять же, в самом центре, на главной улице Вородеро, все прямо находится очень рядом и доступно. Но и вам для информации, уже, скажем так, для любителей экскурсионных туров, индивидуальных туров, непосредственно в Тринидаде, опять же, это Карибское море, это юг, да, как бы непосредственно у нас есть в центре колониального города Тринидад, Мистик Тринидад. Он на Восвышенном, имеет очень красивый панорамный вид на город Тринидад, в том числе на Южное Карибское море. Опять же, у нас есть семейный отель, пляж Анконг, это такой полуостров, это самый лучший пляж на юге Кубы, Memories Trinidad del Mar. Очень красивые зеленые такие рощи кокосовых пальм, которые есть. Ну, вот наш Мистик в отеле в городе Тринидад. Это такое тоже старинное здание, внутри сделали полностью все новое. В таком стиле, скажем так, лофт, как видите, вот ресторан. Все номера новые, вся мебель новая. Ну, просто сохранился такой фьюшн, классика с современными элементами оформления в отеле, в номерах. Вот, как видите, есть бассейн, есть большая тераза, есть свой ресторан. Как бы здесь именно остановиться можно там 2-3 дня в Тринидаде, можно посетить город Тринидада и днем, и вечернее время. Вот, опять же, 20 минут находится пляж Анконг, как раз можно купаться в Карибское море. Опять же, можно посетить Топис де Куянтис, находится всего от Тринидада 20-30 минут, где горный массив, смотровая площадка на Карибское море, там многочисленные водопады, очень красивые леса, гигантские папоротники и так далее. Вот. Непосредственно пляж Анконг, как видно написано на экране, 12 километров от города Тринидада. Это такой пляжный отдых, различные виды спортов, водных, моторных и немоторных. Здесь тоже находится такой, как бы, в колониальном стиле именно архитектура данного отеля. Здесь даже есть копия центральной площади города Тринидад. Номерной фонд прошел ремонт частично. Видите, как раз именно номера Суперио после полной реновации, очень красивые такие свежие номера, поэтому если кто-то хочет по новее, можете бронировать именно Memories Trinidad del Mar, номера категории Суперио. Опять же, это Карибское море, это полуостров Анконг, очень близко к легендарному городу Тринидад и недалеко, естественно, от других достопримечательностей центральной части Кубы. Ну и в резюме, мы сегодня поговорили с вами про отели, которые расположены в Гаване. В Гаване есть отели, расположенные в историческом центре Гаване, пешком можно дойти и сделать свою скушенную программу. Недалеко от Гаваны, буквально между Вородеро и Гаване, находится Хибакова, имеющий отель, отель только для взрослых и имеет свои домашние коралловые рифы. Мы сегодня поговорили про отели в Вородеро, все те, которые есть в центральной части Вородеро, только для взрослых, отели, которые дальше большие наши комплексы, Меморис Вородеро, 4 звезды, Грамм Меморис Вородеро, семейный отель, имеющий отдельную зону только для взрослых, да, или Starfish Quattro Palmas, который находится в самом центре, в самом сердце Вородеро, на главной улице, 16 плюс отдых, только для взрослых. Сегодня мы не говорили про Каю Санта-Мария, потому что туда нет рейсов. Мы не говорили про Каю Коку, потому что как раз именно программа у Салимфан концентрируется именно в Вородеро, и в том числе в ближайшем будущем будет возможность именно организовать экскурсионные программы Каю Ларго. Каю Ларго находится в полной управлении Блюдаемый ресурс, как бы все наши отели прошли ребрендинг. Здесь представлены марка Грамм Меморис, Сантури, Меморис Старфиш и семейные отели, отели только для взрослых. Здесь прекрасные, красивые, дикие пляжи. Как раз пляж называется Параисо. Параисо – это как раз рай, с перевода с испанского на русский. Есть в разных видах вилл. Это отдельные самостоятельные домики, которые прямо на берегу, которые прямо на пляже. Но я еще раз повторяю, в будущем появится возможность именно внутренним перелетом от Вородеро или от Гавани можно лететь всего 30 минут до Каю Ларго и совместить свой отдых. Я уверен, что это можно будет сделать в том числе через туроператор Фанен Сан. Но не забываем о том, что сейчас начинается именно сезон свадебной церемонии. Вы можете любую церемонию оформить через туроператор Фанен Сан. Очень недорого, при этом красиво, при этом можно на беседке, на пляже, с оформлением. Вот, например, как раз здесь, допустим, Рояль Томикакос – один из вариантов оформления. Можете заказывать ретро-машину, музыку, фотографию, видео, все, что вы пожелаете. И напоминаю о том, что у нас есть бесплатный пакет Honeymoon Packet, который действует в течение шести месяцев с даты бракосочетания для молодоженов. И отели для них организуют приятный сюрприз. Но, кроме того, корпоративный туризм, пожалуйста, во многих наших отелях есть конференции, можно организовать welcome drink, можно организовать ужины, кофебрейки, различные собрания, вебинары, тренинги, семинары, все, что вы пожелаете. В наших отелях все запросы можете отправить через туроператор. Мы с удовольствием с нашим корпоративным отделом это все сделаем. Ну и помощь, скажем так, туроператору Fun&Sun. Любые видео, фотографии для ваших соцсетей, какие-то вопросы возникают по нашим отелям, какие-то запросы, которые дополнительно вы бы хотели, пожалуйста, можете ко мне обратиться. Я постоянно проживаю в Москве. Единственное, что могут быть какие-то командировки, но в любом случае я всегда отвечаю. Можете мне написать на почту. Телеграмма есть, есть Viber, есть WhatsApp, пожалуйста, по телефону. Какие любые вопросы по Кубе, есть какие-то сомнения и прочее. Я, конечно, могу рассказывать, если про отели больше, про отели, которые я представляю. Блюдай мой ресурс, естественно. Но, в принципе, если какие-то советы полезные, я могу тоже в этом плане, как называется, помогать. Поэтому главное, чтобы вы максимально знали то, что, как называется, по Кубе, все, что происходит с Кубой. И, пожалуйста, главное, задавайте вопросы, отправляйте туристов уже с ответами на его вопросы. Понимая, какой турист вы отправляете, вы определяете, выбирайте для него отель. Почитайте, опять же, отзывы по отелям. Дайте правильную информацию клиенту, опять же, по кроватям, какое размещение, сколько взрослых, сколько детей, там, если нужно какое-то месторасположение для клиента, какие-то пожелания особые, там, юбилей, день рождения, какие-то важные события в жизни наших туристов, давайте это мы учтем при бронировании отелей. Ну, в этом случае я предлагаю свои услуги, блюдаемый ресурс в отелях Варадеру или в Гаване, о которых мы сегодня поговорили. Бронируйте Кубу, не бойтесь. Куба ждет туристов. Бронируйте через туроператор Fun and Sun. Он очень интересный, очень конкурентоспособный контракт вне цене у данного туроператора. Вот, кроме отеля, бронируйте и свадебные церемонии, и пакет Diamond Club, который увеличивает качество и перечень услуг и сервисов, которые получают ваши туристы, которые проживают в отелях марки Memories, Gram Memories и Royalton Nikakos. Старфиш марка, нет программы Diamond Club, поэтому это учитывают. Вот, но какие-то вопросы, какие-то, дай бог, не дай бог, но проблемы, которые у клиентов возникнут, надо их решать там. Пишите там, обращайтесь, буду рад вам помочь. Я хочу вас поблагодарить за ваше терпение. Мы поговорили практически два с половиной часа не только о Кубе, о курортах, я в отеле, облюдаемый ресурс. Я хочу вам пожелать отличного, успешного сезона, благополучия вашему бизнесу, крепкого здоровья, побольше клиентов, богатых, благодарных, которые вернулись, сказали вам спасибо, все было так, как вы нам рассказали. Мы очень довольны, будем рекомендовать вас, нашим друзьям порекомендуем вас и Кубу, и отеле Блюдаемый ресурс. Отличного вам дня, карибского, кубинского настроения и всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok